Друзья, в описании к этому видеоролику вы найдете мой телеграм-бот после подписки, на который вам придет сразу несколько бесплатных видео лекций, посвященных теме инвестиций и работе на финансовых рынках. Это лекции, посвященные техническому анализу, которые рассказывают вам про уровни, про механику работы рынка и про конкретные паттерны, которые показывают развод толпы. Это лекция, посвященная ликвидности, где вы узнаете о том, кто и как ее создает, какие типы ликвидности существуют и на что нам, частным инвесторам, стоит ориентироваться. И также вам придет бонус-лекция, посвященная рыночным консенсусам. Это места на рынке, это рыночные ситуации, в которых существуют самые лучшие возможности для заработка денег. Это все абсолютно бесплатно, ссылочка на него будет в описании, подписывайтесь и получайте новые знания. Ну и также, друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я выкладываю мысли по рынку, аналитику, разбор различной макро-статистики, конкретные инвестиционные торговые идеи и многое-многое другое. В общем, все ссылочки в описании, друзья, подписывайтесь и будем с вами на связи. Ну а я желаю вам приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья! У нас в очередной раз в гостях Александр Кубышкин. Александр, привет! Привет, Андрей! Как дела? Что-то давно я посмотрел на ютубе, тебя давно нету, ты куда-то пропал. Да, у меня тут дополнительный новый проект появляется, поэтому я бегаю, бегаю, бегаю. Дневное пьянство, все это сказывается, конечно, на общем, активности. Да и плюс ничего на самом деле интересного не происходит, на мой взгляд. Пока. То есть я думаю, у нас весне будет на самом деле такое обострение. Ведь весеннее, да, на рынке. Все сумасшедшие начнут резко что-то делать, да? Ну, как всегда с рынками. Либо осеннее, либо весеннее обострение. Поэтому пока можно сидеть, спокойно сушить ласты. Слушай, ну в этом что-то есть, знаешь, да? Весеннее, осеннее, вот это вот прям пики. И действительно, волатильность, она в этот период времени, как история показывает, ну, видимо, много с отклонениями. С отклонениями и с большими деньгами. Слушай, по-моему, отклонения уже у нас с тобой начинаются. Мы все это пытаемся предвидеть. Такие самые умные, найти какие-то это займ... Больше пытаемся найти какие-то взаимосвязи, которые, по-моему, может быть, даже вообще не существуют. Потому что я много такой аналитики читаю. И мне всем, чем глубже туда погружаешься, тем больше понимаешь, что на самом деле никто ничего не знает. Мы создаем эти конструкции из разных каких-то замков, которые мы хотим верить или не хотим верить. И вот мы по ним плынем. Материя-то интересная. Мемчик этот, да, про психиатра. Типа, он сейчас в этой комнате, знаешь, про что-то. Пивот в этой комнате, вы его видите, да, там. Понижение ставки в этой комнате сейчас. То есть можно до этой дойти. Слушай, ну тебе, кстати, от меня тоже спасибо. Вот буквально вчера я брал интервью одного своего студента из клуба. Писал парень очень интересные мысли. Решил вообще, ну как бы раскрыть его там историю. Там как бы очень интересный бэкграунд. И вот в конце видео он сказал по поводу там образования. Сказал, что Александр Кубышкин – это вот вообще моя любовь. И спасибо ему огромное, что вот просвещает. Там назвал еще Черемушкина, Рафаэля. И говорит, ну Андрей, ты тоже. Как бы четвертый в этом списке. Но Александр прям ванлов сказал. Как там у нас молодежи сейчас это делается? Да, да, да. Да, вот это вот можно вказать. Тоже я приобщился к культуре. Спасибо твоему этому товарищу. Очень рад, что такой позитивный отзыв. Очень приятно. Да, мне тоже очень приятно. И вот тебе передаю. Ребята, кстати, посмотрите предыдущее видео. Если вам вообще интересно. Нам жил, ну как бы, история обычных ребят, которые пришли на рынок из совершенно другой индустрии. С вот такими вот взлетными падениями. Заработал он, короче, за цикл своей работы. Семь раз увеличил капитал, но при этом был в моменте минус 80. Такая классическая криптоновская история. Вот. Ну, в общем, чекните. Хорошо. Сегодня у нас по традиции, как всегда, прожарка. Ну, прожарка в этичном формате. Насколько это, конечно же, позволяет. Кому-то этот формат нравится. Кому-то не нравится. Ну, мы стараемся делать, в общем-то, с Александром, не спускаться в какие-то вещи. И начнем, наверное, сразу с козырей для Александра. А Вася будет? Сразу. Я же говорю, Василий, это просто, ну, как бы мы... Я решил начать с него, то есть не откладываясь в ящик. Мне кажется, ты ревнуешь, на самом деле. Вот. Ну, поэтому начнем. Значит, да, чтобы я сразу, чтобы я успокоился. И как бы мы уже более в комфортной обстановке продолжили, значит, беседу. Начнем с Василия и его мысли касательно... Вообще, я еще хотел бы вспомнить позицию Василия. Мы сейчас посмотрим, о которой он рассказывал. Short S&P 500 и Long TLT. И, в общем-то, несколько мыслей, которые он озвучил по поводу экономики и по поводу рынка. Буквально 5 минут Василия и обсудим, что же мы по этому поводу думаем. Друзья, вы можете следить за мной на моем YouTube-канале, а также в Telegram. Помимо этого, если Вы желаете более тесно сотрудничать со мной в рамках управления Вашего портфеля, для этого существует сервис FinFac Macro Pro. Для полного описания услуг, которые я предоставляю, в том числе и корпоративным клиентам, зайдите на мой сайт Enfilate Capital. Постараюсь побыстрее. Это неделя. В принципе, на ней можно и год подвести. Сегодня, кстати, кто не в курсе, да? Сейчас, качество, что-то некачественное, Василий, будет. Сегодня в Америке крупнейшая за всю историю экспирация. В опционах на акции объем 4,6 триллиона долларов. 4,6 триллиона долларов. Квартальная экспирация в США. И на индексы, в том числе сегодня. И все это почти на исторических максимумах. На исторических максимумах обновил на этой неделе индекс Германии. Да, вы не ослышались. Та, которая уже в рецессии. Индекс Франции. Да, которая тоже в рецессии. Британия не смогла. Ну, там еще хуже все. Но не смогла. Но тоже на максимальных отметках. Заседали все центральные банки. Финальное заседание в этом году. Все. Цикл повышения процентных ставок в мире завершен. Погоди. Банк России и Банк Норвегии повысили ставки на этой неделе. Ну, ладно. Ну, я более крупный беру центральные банки. Давай так. Не обижай Банк России. Все Банк Британии, банки ЕЦБ, Банк Британии и, главное, ФРС. Оставили ставку. Понятно, что теперь ее будут держать долго. Довольно-таки продолжительный период времени. Наверное, там от трех до шести месяцев. Пока ориентиры есть, что там где-нибудь в марте, в апреле начнутся. Ну, может быть, движение по маленьким шажкам снижения. Ну, ладно. Собственно, рынок на всех этих ожиданиях. И вот по факту тоже завершение цикла еще больше обрадовался тому, что все, четкие сигналы были даны, цикл завершен. Ну, и случилось как раз финальное ралли, потому что рынки росли. Мы знаем, до этого был фантастический рост. Просто экстремальный. Ну, и, как всегда, в самом конце должно быть какое-то ускорение. Слюни, маржин коллей. Всех шартистов должны вытрахнуть. Ну, и здесь вот, как всегда, еще и подвезло. И денег в системе там прибавилось. И инфляция, кстати, неплохая вышла в США и в Европе. Ритейл, сейлс, розничные продажи тоже были хорошие. И, конечно же, еще, да, ФРС дает сигнал, что цикл завершен. Ну, он дал прогноз, что ставку в следующем году можем снизить на 0,75. Ну, мы понимаем, даже если так и будет, но это мега-негатив для экономики. То есть в Америке ставка 5,5 или 4,5, это почти одинаково. Им нужна около нулевая ставка, чтобы там все функционировало и росло. Ну, и даже за следующие полгода понятно, что ставки высокие все больше и больше будут въедаться в экономику. Все будет больше и больше и становится хуже. Поэтому и много раз мы уже говорили, что именно после того, как ФРС завершает цикл повышения ставок, так было и в 2000 году, в 2007, именно тогда начинается как раз ухудшение в экономике и на фондовых рынках. В рынке падают не на повышение, а по факту снижение уже обычно, потому что, значит, все стало плохо, раз ставки снижают. Вот, поэтому сильнее всех, конечно, из валют у нас трагировал американский доллар на такое заявление, да. Ну, доллар резко сдал позиции. Ну, честно говоря, как сильно. Ну, и пока выше отметки 100, DXV держится перед вашими глазами слайд больше, чем за 10 лет. Вот, поэтому я не думаю, что доллар пойдет ниже 100, если краткосрочно, то может, но вообще у доллара сразу дорога наверх, у индекса, да. Как бы никто не печатал впереди, но печатать впереди все будут, и все будут снижать ставки. И еще раз, если Америка будет печатать триллион, ну, и Япония будет ставить триллион, и Европа, все говорят, доллар будет падать. По отношению к чему он будет падать? По отношению к евро, к иене, к британскому фунту. Там еще хуже, там еще больше надо будет печатать, и ставки там также будут снижаться. Поэтому никуда он не денется, и, в принципе, в любом случае он обречен на рост. Я имею в виду сам индекс DXY, несмотря на все эти печатные будущие станки. Понятное дело, что отреагировало золото, но, кстати, этот шип, оно не переписало, да, 2.100 почти, да, который мы видели в моменте, что плохой сигнал. То есть вот сейчас мы держимся вот на таких отметках, но 2.060 – это уровень, который мы с топой сняли и вернулись, вот, но его не пробивает. Надо закрывать неделю-две выше 2.60, чтобы открыть цель и куда-то туда повыше. Ну, все равно, с полица на следующий год золото почему-то верится, да, то есть в любом случае рецессия, инфляция сильно не спадет, ну, и снижение ставок, печатные станки, все равно это тоже не за горами. Ну, и… Ну, при этом центральные банки тоже активно покупают золото, то есть мы знаем, что китайский центральный банк закупает золото, многие китайцы тоже со страны населения есть спрос на золото. Ну, в общем, этот актив, мне кажется, ну, должен быть в портфеле у инвесторов точно. Понятно, рынок облигаций, он тоже самое, там был мощнейший short squeeze, да, я говорил, что, ну, кто смотрит постоянные эфиры, было огромное количество, банды падали очень долго, последний год и очень сильно, да, многие банки, у них денежный убыток, там, 700-750 миллиардов долларов в американских банках на американских облигациях, такой убыток. Многие, собственно, перекрывали этот убыток через фьючерсы, продавая их, чтобы хеджировали позиции, поэтому объем short, объем коротких позиций на триджеря был он гигантский, поэтому триджеря на всем этом ралле, который состоялся не так давно на американском рынке, даже чуть-чуть больше выросли, чем американский индекс, как это ни стало. Ну вот, в общем-то, давай побеседуем теперь на некоторые тезисы, значит, я подведу, и что мне было интересно. Первое, это то, что Василий говорит, что ралли, оно финальное, ну, то есть, как бы опять мы подходим в очередной раз, по мнению Василия, мы подходим к какому-то падению. Второе, это то, что рынки должны начать падать вместе со снижением ключевой процентной ставки. Третье, это то, что доллар должен начать расти. Вот три основных тезиса, ну, и, наверное, четвертое, это про золото. Четвертое, это золото, то, что золото должно расти. Давай коротко обсудим мнение, что ты считаешь по поводу, является ли вот этот рост фондового рынка, он действительно финальным? Или же это все-таки какой-то более долгосрочный рост, который по истории мы неоднократно видели? Тут у меня столько всего трейдеров понапоказывалось, что тут обсуждать можно довольно много. То, что говорит Вася, ну, смотри, то, что говорит Вася, в принципе, вписывается в догму вот этого стандартного, довольно минстримовского мышления, как оно сейчас работает. Моя проблема со всем этим. То есть я не говорю, что оно так не будет работать, потому что мы понимаем, что логика сама по себе, она присутствует, и она исторически подкрепляется. То есть да, когда происходило снижение ставок, рынки, как правило, падают. То есть с этим не поспоришь, оно всегда так бывает. Хорошо. Предположим, что это будет действовать так же, как оно было действовало. Под этот же сценарий мы всегда говорим, что в случае рецессии те же длинные инструменты, то есть активы с дюрацией, тот же ТЛТ, они всегда отрастают. Это то, что мы сейчас наблюдали. Рост был на самом деле очень впечатляющий. То есть они должны продолжать расти. Хорошо. Тогда вот этот весь ритейл, который все ставки сделал, расставил свои флажки и палатки, в принципе, должен сидеть очень правильно и ровно. Есть определенные вещи, которые на самом деле я пытаюсь просто понять для себя. Я не спорю с этими тезисами. Мне просто кажется, что вот многие люди говорят, что мы входим в какой-то новый режим, у нас там меняется корреляция. Мы ведь все знаем, что, допустим, корреляция золота с реальными процентными ставками сломалась. Если посмотреть на разные вещи, то очень большое количество корреляций исторических, оно сейчас не работает. И можно ставить ставку на то, что вот этот механизм возвращения к современному значению, mean reversion, он все еще работает. А можно ставить ставку на то, что что-то не работает. И за счет того, что уже довольно длительный период времени, особенно в бандах, которые позицию я держал в прошлом году, и она капец как не работала долго, заставляла меня всегда думать, окей, может быть, какой-то сценарий применялся, и что-то идет не так. А ты вышел из длинной позиции по бандам? У меня сейчас, я переложился в августе в короткий конец, и сейчас я перекладываюсь с двухлетки с леверджа. То есть я иду не в TLT, потому что, опять-таки, слишком для меня crowded trade, но, в принципе, TLT сейчас будет работать. То есть то, что мы сейчас видим 99, 110, отскок мы будем иметь практически довольно крайне вероятно. То, что Вася говорит, сейчас мы отдельно про это, я прямо себе записал, что ставки должны, во-первых, пойти на ноль до того, чтобы все работало и все росло. Вот это общее понимание того, что низкие ставки – это стимуляция экономики, это, грубо говоря, все сделано через пятую точку. Потому что, на самом деле, все ровно да наоборот. Мы с тобой это часто обсуждали. Низкие ставки показывают о том, что экономика не фурычет. Это не стимул экономики. Это показывает, что у вас стресс в экономических процессах, и только для замедления негативной динамики вы можете ее как-то сдерживать. С ростом это вообще никак ничего не связано. Потому что, если у вас экономический рост и нормальная экономическая ситуация, высокие ставки вам не проблема. У вас есть экономические показатели, почему вы инвестируете в проекты с высокой добавленной стоимостью, где вы зарабатываете деньги. Извини, перебью хороший пример 90-е годы. Там ставка была средняя, что-то за 3%. А в итоге это самый бурный экономический рост чуть ли не за всю историю. Да 80-е то же самое. При том, что даже когда вот этот товарищ Аполло Волкера, там ему в метлу, ему вешают медали героя центробанков. И на самом деле, если смотреть серьезно, он влияние на все это очень косвенно оказывает. Из него просто слепили вот такого, как великого чувака, который поборол инфляцию. Крайне спорное выражение, но мы сейчас туда не полезем. У тебя просто, когда вся система растет и создается денежная масса, ставки для тебя не играют никакой роли. Нам нужно понимать, что вот эти ставки, зацикленность наша на уровне ставок, это можно сравнивать с каким-то краткосрочным маразмом. То есть, если бы у нас все было зашибись, как говорил товарищ Пауэлл, 5% ставок, экономика растет, крайне супер безработица. Это не может быть помехой для нормального роста экономики. Когда центробанкиры вылазят, то, что сейчас делает Пауэлл, или вот Бостич вчера вылез и сказал, что мы уже будем, может, снизим еще, а может, и не снизим. И вообще все это так. И какой-то он сделал танцы, такой танец с бубнами выполнил, что просто вот Твиттер, по крайней мере, вчера взорвался. И снижение ставок само показывает, что вся эта политика, то, что было сделано, она была абсолютно бесполезна. Потому что, когда ты говоришь, я поднимаю ставки, чтобы что-то задушить, чтобы потом опять ставки снижать, то ты что-то делаешь не так изначально. Потому что, если твой мандат постоянное, стабильное развитие экономики, а ты бегаешь, грубо говоря, от корабля, который шатает вверх-вниз. У него, кстати, извините, еще раз перебью, нет уже такого мандата у ФРС. У них есть два мандата. Первый – это стабильность цен. Второй – это максимально высокий уровень занятости. А экономика, Пауэлл же всегда говорит, экономика не наша проблема. Ну, ты говорит, он может все, что угодно. Первый мандат, который не прописан, но который есть, мы все понимаем, это по большому счету платежеспособность американского государства. Крути ты, не крути. Вот мы же, вот Вася опять, я не знаю, сколько можно говорить про эту тему, что вот сейчас напечатают деньги. И вот эта мантра, которую говорят уже, по-моему, даже филологи какой-то французский начинают говорить, «Центробанки печатают деньги». Я от этого, на самом деле, уже немножко устал. Не печатают товарищи Центробанки деньги, забудьте. Центробанки печатают резервы, которые в нынешней системе, по большому счету, бесполезны. Их можно использовать в определенных каких-то классах активов. Да, они играют роль при распределении на рынках реповых, залоговых цепочек, но они не являются определяющим фактором. И то, что, конечно, будут печатать деньги, это будут не Центробанки. Это нужна смена парадигмы для банковской системы, когда риски и возможность, как ты строишь свои балансы, когда эта система будет изменена. Этого не происходит. Вернее, на прошлой неделе как раз таки это и начало происходить. То есть давай я тогда от вас сейчас чуть-чуть отступлю и вставлю такую тему, о чем я сейчас думаю на этой неделе. То, что произошло на прошлой неделе. ФРС огласила то, что она будет требовать сеттлмента на рынках репа, на залоговых инструментах. Ну, это, скажем, половина всей системы вот это рынки репа, залоговые инструменты перефинансирована. То есть оно сейчас собирается требовать от нерегулируемых игроков делать сеттлмент сделок через регулируемые органы. То есть у тебя там в Европе есть, допустим, Клиернет или прочие вот такие, когда ты сделки официально проводишь. Раньше, на большом счете, половина рынка вот это было в тени, но находилась билатерально. И сейчас ФРС пытается в Америке вытащить вот это из тени и получить больше контроля над рынковой облигацией. То есть ФРС, на мой взгляд, сейчас готовится к повышенной волатильности в следующем году. Второй момент, который произошел на прошлой неделе, это то, что есть такая линия, которую они создали, по-моему, опять-таки сейчас на врук, ну, по-моему, в марте как раз-таки, когда Silicon Valley банк валился, называется Standing Repo Facility, SRF. SRF – это, в принципе, возможность любого игрока прийти в ФРС, заложить свои трежерис, причем любого какой-то дюрации, это может быть там 20-30 летки, и получить за это до, ну, там, какой-то финансирования. И этот инструмент, он расширяется доступ, к нему также предоставляется хедж-фондам и прочим ребятам. И это означает, что ФРС сейчас готовит, по большому счету, внедрение мягкого контроля за кривой доходности. То есть, понимая, что у нас сейчас 80% всего выпуска идет на переднем конце, и вот все экономисты бегают, вот у нас Reverse Repo Facility сейчас пойдет на ноль, и тогда наступит крах. Все это тоже, конечно, на мой взгляд, полная туфта. Но то, что понимая, что, видимо, длинный конец, он может быть относительно не очень ликвидный с точки зрения выпуска и дефицита, и сейчас ФРС приходится выпускать довольно ближний конец, они в какой-то момент понимают, что после того, как Reverse Repo Facility станет на нуле, у тебя станет проблема как раз-таки с фондированием определенного выпуска. Это не значит, что они его не профондируют. У тебя краткосрочная проблема с перетрубациями и перекладками игроков в рынке самому. То есть у тебя техническая проблема аллокации происходит. И в данном случае у тебя может возникнуть такая ситуация, как произошла две недели назад, когда вдруг кто-то, вот кто-то, вот есть график, кто-то, по-моему, я, кстати, ему кинул, мы потом позже по Твиттеру покажем, просто за один день вот в эту фасилити 200 миллионов затянул. Кому-то была проблема на рынке Репо, меня миллион, это очень большое движение, при том, что это один игрок, видимо, попал в какое-то перефинансирование, в какое-то окно, и он просто туда пришел. То есть, как правило, говорится, что у ФРС деньги брать стыдно, потому что если ты берешь деньги у ФРС, то ты, по большому счету, уже такой полудохлый, тебя все акулы добьют на рынке. Что мы сейчас видим? Видимо, а, не стыдно, и, б, то, что мы сейчас видим, вот эту линию, которую они создали в марте, вот это Bank Turn Facility Program, BTFP. Да, да. By the fucking deep. И вот она постоянно растет. И при том, что самое интересное, что банков сейчас эта линия предоставляет бесплатный день. То есть, за счет того, что рынок сейчас ожидает снижения ставок, на полтора процента. Эта линия, в принципе, платит ниже ставки EOR, Interest on Reserves. Это, по большому счету, то, что ФРС платит банкам, и те деньги, которые, а BTFP, это те деньги, которые банки берут, финансируют себе. Вот. И ставка по резервам сейчас 5,03 где-то, а ставка по BTFP, по-моему, 4,9, ну, плюс-минус, да, ну, просто для показательности. То есть, у тебя бесплатный спред в 0,1. То есть, банк идет в FED, закладывает там кучу трежаков, нужно учитывать, у банков 4 триллиона от трежаков на балансе. И никого не волнуешь. Там Вася говорит, что там убытки, это убытки. Ты можешь эти убытки на год переложить, забыть подсотку, да, это же бумажный убыток, это не зафиксирование, это просто... Да, ты можешь его просто, да, ты можешь его положить, ты платишь за него 4,9%. И потом, ну, грубо говоря, 4 триллиона взять и просто переложить обратно в FED и получать 5,03. Это халявные десятки миллиардов долларов, которые вот сейчас на рынке образовываются. Этот график, кстати, тоже будет, мы потом обсудим. Но движение не происходит. То есть, у нас есть какая-то проблема с ликвидностью или с проблемами с балансами банков, которые не дают вот этот арбитраж постоянно исполнять. Экскурс по ставкам и прочим, по-моему, мне кажется, немножко мы ушли дальше, но... От Василия. Забыли, бедолага. Да, бедолага тут. Хорошо. Ну, подожди, смотри. По поводу ставок. Самое главное, к чему мы говорили и, значит, о чем говорил Василий, это то, что экономика, ну, то есть, низкие ставки не равно стимулированию экономики. Но в целом-то, Василий про это и говорит, что, ну, ну, то есть, он говорит, что с наступлением снижения процентных ставок начинаются проблемы. Ну, то есть, как бы, ФРС, де-факто, признает наличие этих проблем. И что, все-таки, американская экономика не может функционировать при высоких ставках. С чем ты, как я понимаю, в корне не согласен. Правильно? Нет, то, что она не может функционировать при высоких ставках, это понятно. У нас мировая экономика не может при нынешнем уровне ставок перефинансировать, потому что этот нынешний уровень ставок ведет все к большим дефицитам и все к большему выпуску государственного долга, который должен системой перемалываться. То есть, для этого нужно поменять просто правила бухучета, и тогда всю эту тему можно еще на пять лет растянуть, в принципе. Но в чем я согласен с Василием, то, что цикл повышения ставок закончен, это можно четко даже смотреть не то, что говорит Павлова. Вот вышел у нас гражданка Лагард, главный пионер-вожатый в Евросоюзе. И вот наша пионер-вожатая главная господина Лагард, которая утверждает, что ставки она снижать не будет, на самом деле ситуация выглядит намного в Европе хуже. В том плане, что если рынок сейчас закладывает уже в Америке шестиступенчатое снижение, то есть у нас ожидает шесть снижений в следующем году на примерно полтора процента. Если мы посмотрим два-три года, у нас будет график от Твиттера, там снижение намного сильнее. Рынок хеджируется. На этом фоне после октября пошли банды вниз. То, что японцы, последнее, на мой взгляд, почему ставки можно списывать повышение, это вот японцы, которые все выпендривались, выпендривались, вернее, скажем, не выпендривались, они стеснялись. Они стеснялись, стеснялись, стеснялись. В начале декабря они вышли и сказали, что мы сейчас 18-го рассмотрим возможность повышения ставки. Рынок что-то так посмотрел на эту неделю, поволновался и на этом все закончилось. То есть сейчас из Японии мы видим плохие показатели, они пересчитали рост ВВП за третий квартал минус 3% практически. Вдруг неожиданно все стало понятно, что вот эта синхронизирующая составляющая экономического давления дефляционного, она проявилась абсолютно везде. Соответственно в этом плане ставки повышаться уже точно не будет. Я не буду говорить про Норвегию и Россию, потому что с точки зрения монетарной системы эти страны не играют никакой рот. Несмотря на это, что интересно, говорят, что в Европе в принципе рынок тоже загладывает очень серьезное снижение ставок, которое на самом деле будет намного быстрее происходить, чем в Америке. Но при этом, как Васи сказал, рынки ДАКСы, Франции идут наверх. Кажется, смысловой нагрузки вот такой нет. Ну, как такое может быть? Экономика, мы же все читаем, что вот Германия мерзнет без газа и производства закрываются, все жутко и все повально плохо. Безусловно, это так, но я могу тебе сказать, что на мой взгляд что-то происходит. Нынешняя динамика европейских акций она схожена с тем, что когда в прошлом году все боялись, что Европа замерзнет и были такое дисконтирование жутких потоков, потом все проснулись и сказали, да ладно, вроде нормально, ну, окей, ресторан, чек на 50% подорожает, но мы не сдохнем тут. И, соответственно, у тебя был отскок, когда в конце года Европа, в принципе, перформировала лучше всего в мире. Сейчас, если смотреть по технике, то Италия и Франция, если смотреть по технике, лучшие места, куда вы можете вкладывать деньги. Не Америка, а именно вот Европа. Чем это вызвано? С одной стороны, заявление Лагард, которое говорит, что мы ни при каких обстоятельствах не будем снижать ставки, ведет к тому, что рынок закладывает относительную динамику, да, то есть, если мы говорим в Америке ставки будут снижаться уже, ну, я не знаю, где там, в марте или первые начнут они там дрожать, а в Европе это только будет летом, соответственно, у тебя динамика будет идти такая, что ты снижаешь ставку, у тебя начинается, ты признаешь, что у тебя рецессия первым, ну, как обычно, кто первый снимает штаны, тот и дурак, соответственно, у тебя начинается идти давление на доллар, которое падающее, а евро относительно доллара не может стабилизироваться. Учитывая общие относительные оценки европейских акций, мультипликаторов и американских, американцы просто на хаях таких находятся, ты не можешь с этим ничего делать, у тебя всегда будет работать вот этот относительный relative value trade, когда ты можешь словить в принципе хорошие, и не нужно говорить, что в Европе ничего нет, в Европе огромное количество высокотехнологических предприятий, особенно индустриального сектора, а если мы говорим о переходе в зеленую экономику, в принципе, если подойти к анализу довольно детально, у тебя здесь огромное количество относительно недорогих компаний. Нужно учитывать, что DAX, как и американский индекс, в принципе, тащится тоже пятеркой компаний, то есть там у тебя BMW, я сейчас навру, BMW, Siemens и еще какие-то три, пять крупников, которые весь индекс наверх тянет, как Magnificent 7. Это не связано ни с фундаменталом, это не связано никак, какое состояние в экономике, это связано просто у тебя large cap в каком-то ситуации прут, и когда у тебя идет вот такая относительная ротация, вполне возможно у тебя за счет вот этой ротации large cap, когда капитал идет, у тебя тянет эти индексы наверх. Насколько эта динамика поддерживается и насколько она будет держаться, это вопрос риторический. Тут мне кажется, как я всегда говорю, спросите, в чем ваш абсайд. Вот ты смотришь на NASDAQ, вот вроде хаиши, почти что 17, или сколько мы уже, 16 взяли? Сейчас я не смотрю, сейчас вроде бы посмотрю, NASDAQ, да, уже, ой, 16800. Ну вот, хорошо, 16800, сейчас мы на NASDAQ. Какой твой потенциал вот в течение года? 18, 19, на каком базе? На какой базе? ФРС будет давать ликвидность в рынке? Или то, что мы скажем, что сейчас все будет неожиданно повернется и все будет супер? Ну окей. Твой потенциал, даже если мы скажем 20, да, 3,5 на 16, ну, грубо говоря, 15 процентов, плюс-минус. Вот это твой абсайд. Причем ты понимаешь, что при 20, при 20, ты уже находишься на таких отметках, что, ну, ребята, камон. Вот. 10-15 процентов абсайдов есть. Это можешь играть. Теперь посмотрим в пропасть, что находится ниже. Ты как вот этот, знаешь, дикий койот, который бежит постоянно за этим спидранером, потом выбегает за скалу, бежит еще по воздуху инертно и потом проваливается. То есть у тебя, если мы идем к каким-то серьезным отметкам и коррекции к средним значениям, то у тебя потенциал 50-60 процентов просадки. И каждый должен себе отдавать отчет. Хочешь ли ты взять вот эти отцы? Я не говорю, что их не нужно играть. То есть тебе нужно иметь систему риск-менеджмента, когда ты говоришь, что вот при таких расценках, куда мы идем и как мы идем, для меня это ставка приемлем. Ставьте себе уровни и играйте в это. На мой взгляд, с долгосрочной точки зрения, то, что показывают американские рынки, это серьезная профанация. При том, что я сейчас говорю, что у нас будет продолжаться ралли, и вот эти all-time high мы увидим по всем индексам, и скорее всего оно еще какое-то время будет продолжаться. И сломает его как раз-таки скорее всего рынок трежерис, и поэтому мое отношение к инструментам ТЛТ, что то, что Вася, лонг ТЛТ сидит, крайне скептически, потому что ТЛТ сейчас будет расти в ближайшие три месяца, а потом вполне возможно нам аукнется вот эта вся ситуация с ликвидностью на рынке. А давай, кстати, посмотрим вот тот трейд. Мне просто, знаешь, интересно и твое мнение, и вот обратить внимание наших зрителей. Вот кто помнит, значит, Вася, биткоин, шортил S&P 500 и там лонговал ТЛТшки. Я вот просто предлагаю, я не знаю, конечно, позицию, в каких пропорциях было, но просто предлагаю посчитать, допустим, от пика до пика, мы видим, что там сколько получается, почти 16% у S&P 500, а у ТЛТ сейчас, сейчас, да, что же здесь делать, ТЛТ, так, мы тоже возьмем просто, посмотрим порядок цифр, тут получается что-то около там 20, то есть разница примерно там 4%, тебе нужно просто сделать этот самый S&P относительно ТЛТ, тогда ты увидишь динамику. Ну, там же, понимаешь, они же стоят по-разному, ну, то есть, как сказать, ну, процентуально, ну, неважно, да, тут как бы надо вес добавлять, ну, тем не менее, то есть, вот этот вот трейд, имел ли он смысл ради вот этих там нескольких процентов разницы в динамике, или же вот как вот ты вообще оцениваешь подобные сделки, или это просто мы с тобой же, мы же с тобой это обсуждали в прошлый раз, трейд на самом деле make sense, то есть, он на самом деле неплохой. По ТЛТ, да, по ТЛТ, по ТЛТ, то есть, лонг по ТЛТ, мы с тобой согласились, как бы, и мое, и твое мнение здесь совпало, но вот шорт S&P 500, например, я был, ну, категорически с этой идеей не согласен, и вот опять-таки, то есть, о чем мы говорили, в чем смысл, у тебя может ТЛТ выстрелить, но так как у тебя ТЛТ может выстрелить только лишь на, ну, точнее, ладно, не на одном, но на снижении ожиданий будущих процентных ставок, то есть, изменения, как бы, некого рыночного сантимента, но и на этом же и рынки вырастут, потому что рынки-то находились под давлением все тех же высоких процентных ставок, то есть, по сути, одна и та же идея, что мы по факту и получили. Смотри, мне кажется, что на самом деле у тебя тут две составляющих, с одной стороны, ты прайсишь то, что, и сделка работает как в одну, так и в другую сторону, если ты говоришь про снижение ставок, то да, тогда работает ТЛТ, ну, работает СНП, грубо говоря, и понятно, что работает ТЛТ, но у тебя же по большому счету рынки, почему СНП может держаться, они говорят, хрен с ними, с этими ставками, мы понимаем, что будет даваться ликвид, потому что ставками ты тут не отграничишься, ты закладываешь, и тебе пойдет просто вот это, будет какими-то темпами держать эти рынки, потому что их нужно держать с точки зрения, если ты не будешь держать рынки, у тебя будут проблемы в налоговых поступлениях в Америке, это будет раздувать бюджетный дефицит, пенсионная проблема, но это еще он топ, это еще он топ, да, это еще он топ приходит, и, соответственно, у тебя вот такая тема, в которой ты говоришь, что рынком падать нельзя, да, в данном случае, тогда, в принципе, то, что у тебя вся пенсионка, если про пенсионку говорить, то, что вот выросли доходности по облигам, в принципе, для всей пенсионер, которые есть, а у них, как правило, большая часть сбережений как раз-таки в американских гособлигациях, для них ситуация норма вообще, на самом деле, это аккумулируется, это не в 20-м году все закупили, а там длительная позиция, которую они держат, это позволяет им, в принципе, держать какое-то определенное, ну, ты, грубо говоря, играешь за пенсионеров против молодежи, в данном случае, но если посмотреть мои проблемы с этой сделкой ТЛТ, то, что все там лонг, мне кажется, что в любом случае то, что мы сейчас видели с точки зрения падения, этот тренд не закончился, то есть мы будем еще падать и с точки зрения доходности, доходности будут падать и ТЛТ будет, безусловно, расти, мне кажется, что где-то к марту мы получим ситуацию, где вот, как мы уже говорили, что вот этот реверс репа будет пустой, когда будут проблемы определенные, скажем даже не проблемы, а когда начнется волатильность, потому что вся эта ликвидка уйдет в рынок белок, и у нас просто переоценка ставок начнется с, грубо говоря, с рыночного инструмента, и любой дисконнект там может привести довольно к серьезной волатильности, а если эта волатильность перекинется на рынки, то стопроцентно что-то у нас полетит кверх ногами. Я думаю, с марта, потому что у нас осталось где-то 683 миллиарда в реверс репу, до марта выпуск нового долга в Америке будет составлять 800 миллиардов. Плюс мы еще должны учитывать, что происходит QT, когда у тебя, опять-таки, или ты ликвидность рынка забирают, и потенциально, опять-таки, я не говорю, что оно так будет, потенциально, вот там разрыв ликвидности, он может быть довольно серьезный. Может и не быть, потому что, как мы уже говорили, что вот эти новые линии, которые ФРС вводит, они готовятся, чтобы будет какое-то событие. Ну и, наверное, давай последний тогда уже на Василии закончим. По поводу золота, я знаю, что ты вообще как-то достаточно благоприятно смотришь на этот инструмент, я к нему не так, ну не знаю, как-то вот не особо лежит в последнее время. Что ты думаешь, имеет ли смысл держать золото или же, не знаю, не имеет? Что твой взгляд на этот инструмент? У меня взгляд последние пару лет не меняется. Золото я держу в портфеле, я его не смотрю на его цену. На мой взгляд, происходящее в мире из каждого года нам всем видно. Происходит трэш, и трэш становится все больше и больше и больше, куда ни глянь, куда ни глянь. Мы понимаем, что все происходящие процессы в конечном итоге это латание дыр, и это латание дыр может действовать столько, сколько оно может действовать. Золото – это инструмент хеджа, каждый определяет позицию в портфеле, который он хочет удержать, но, как сказала девушка у Василия Найкира, то, что у каждого инвестора должна быть позиция в золоте, в чем физическом желательно, это безусловно факт. Я говорю, что вычеркивай ментальную цену и держи за счет того, что что-то будет происходить такое серьезно и некрасиво, и тогда ты понимаешь, что что-то ты держишь. Наверное, отчасти с тобой соглашусь, но историческое доходное золото все равно очень сильно проигрывает акция, если мы посмотрим. Да нет, я же с тобой не спорю, то, что она там, конечно, нету, и кэшфлоу, ничего нет, но тут каждый для себя решает, какой микс. Ты можешь сидеть 100% в S&P и кататься по этим горкам, можешь сидеть и иметь там 10% золота, ну да, не доберешься с этой доходности, но по крайней мере, если там произойдет какой-то реальный трэш, ты себя по плечу покопаешь, поэтому это окей. Окей, хорошо. Следующий гость у нас, виртуальный наш гость, это Дмитрий Черемушкин, и некоторые его мысли касательно того, что же будет пользоваться, спросом, что может вырасти в 2024 году. Мысли на самом деле имеют, забегая вперед скажу, имеют здравое зерно, и вот там даже среди моих там студентов, в моем инвестиционном клубе, мы эту позицию тоже как бы удерживаем, о чем будет говорить Дмитрий. Мне интересно будет твое мнение, вот давай послушаем, и соответственно прокомментируешь. Кто, значит, может в следующем году мог вырасти, ну и по крайней мере вот сейчас в декабре и на следующем. То есть если действительно ставку будет снижать, а рецессия будет умеренной, да, потому что сейчас закладывают, что вот эта так называемая просадка будет слабенькой. Это, конечно же, американские фонды недвижимости. Вот что я успел, при том вылет был достаточно хороший последние две недели, как вы видите, да, то есть просто сумасшедший вылет. Успел купить то, о чем мы говорили с вами в ноябре, да, по-моему, в ноябре, нет, в октябре на вебинаре по недвижке. Это вот топовые компании из сферы недвижимости. Они очень сильно просели, очень сильно просели, да, тут вот даже у меня рисунки остались, то есть вот они, да, покупки на пробои и так далее, если вернуться там до кубки и так далее. То есть что куплено было? Самые культовые компании типа Realty Income Corporation с доходностью там давало в моменте около 6, даже больше 6%, это у нас ежемесячные дивиденды выплачивают. Опять же, денег на все не хватает, Simon Property это просто какое-то бешенство, посмотрите. У меня его много, я его не покупал, но я когда посмотрел там, я вдруг увидел, что у меня там в столбце P&L увидел вдруг, опа, ничего себе, Simon Property, ну он просто в космос улетел. Вот. Следующее, что нам интересно из всего этого дела было, но Apple вряд ли, Apple я не докупал, Вичи. Казиношную тему купил, значит, с BXMT, кстати, есть проблемки определенные, там их обвиняют, что у них очень много забалансового говна, и поэтому он особо не вырос. Здесь может быть интересно скоро. Equity Residential, да, то есть смотрите, вот еще очень хороший пример, которого вам покажу, он чисто на ставках работает, смотрите. Вот у нас ставки, да, значит, ставки, ну здесь падение было общее, то есть ставки здесь тоже были, да, ставки нулевые, раз, ставки у нас начали расти вот в этой точке, потом начали падать ставки, то есть у него, как правило, вот эти точки экстремума, здесь правда, происходит как раз таки, как ставки растут, то есть ставки растут, у него цена начинает падать, ставки падают, цена начинает расти, то есть это TLT, в TLT, то есть у нас вообще весь рынок фондовой недвижимости, это TLT, да, это бессрочные, там, условно, 20-30 лет с дюрацией облигашечки, которые вот так себя ведут, то есть здесь вот EQR, и вот денег не хватило, денег уже, как говорится, нет, вот смотрите, ребята, если будет хороший корректоз, обратите внимание на Мид Америка Апартмент Комьюнити, шикарно, шикарно, просто шикарно, то есть я сейчас, один момент, прям открою Seeking Alpha, покажу вам, что здесь шикарно в ММА, в ММА, значит, открываем с вами Seeking Alpha, открываем, раздел дивидендов, да, вот очень хороший, кстати говоря, индикатор, который показывает, сколько, где можно денег заработать было, смотрите, вот видите, берем с вами за 10 лет историю, то есть видите, это история дивидендной доходности компании, ну вот Мид Америка Апартмент, это один из крупнейших апартаментных фондов недвижимости США, который владеет их на юге США, где большой спрос, смотрите, видите, каждый раз, когда вот это экстремум, это хорошая точка для захода, как правило, то есть мы сейчас, по Мид Америка, в моменте давала на 4, там 6, 4, да, 4, 6 процента, то есть вот эти очень важные такие точки рэперные, и наоборот, когда у вас, видите, ставки там 2 процента дивидендные, то есть почему она дивидендная 2 процента, потому что цена очень высокая, это тот момент, когда их хорошо бы скидывать, то есть мы видим, что меньше 3 процентов все надоет, ну там можно где-то начать уже разгружаться, и наоборот, покупаем, когда мы доходим до верхней границы, то есть это один из хороших индикаторов, это дивидоходность, дивидоходность условно 5 процентов берем, дивидоходность 2,5 не берем, или там даже может шортим где-то, все, вот вот сейчас хорошая точка, ну вот может я говорю, отскочить немножко, хорошая точка для покупки, но, опять же, всегда говорю, но, это если в США не будет, в США не случится какой-нибудь кризис, инфляционный, как у нас был там в конце 70-х, начало 80-х годов, то есть в итоге, что я покупал, там по большей части, блин, покупал фонды недвижимости, и из таких не фондов я купил ИЭМБ, ой, ИЭМБ, что это такое, не тут, да, это у нас Энбридж, ИЭМБ, Энбридж, купил Энбридж, вот здесь, на том, как они пошли наверх, купил Энбридж, но я не думаю, что он прям сильно вырастет, тем не менее, 7,7% крупнейшей, значит, транспортной, транспортная, нефтегазотранспортная компания Северной Америки с капитализацией в 100 миллиардов долларов, вот ее докупил себе в портфель, посмотрим. Мысли, мысли Дмитрия, давай прорезюмирую, делает ставку на недвижимость, и, в общем-то, на какие-то дивидендные истории, достаточно простая идея, ты покупаешь то, что дает тебе кэш-аут, какой-то кэш-флоу, и, соответственно, со снижением процентных ставок, с движением бондов вверх, все это тоже как квази-бонд будет расти. Вот по недвижке есть у меня позиции, то есть, как бы эта идея на снижение процентных ставок длительная, у меня в портфеле существует, в отличие от золота, то есть, тут, как бы, с золотом я не очень, не знаю, ну, вот мое такое субъективное мнение, а вот с недвижками мне нравится. То есть, у тебя рейты? Да, да, рейт-фонды, да. Хорошо, а какие у тебя рейты? А какие у тебя рейты? Слушай, я брал большие. У тебя есть индустриалка, у тебя есть инфраструктура, у тебя есть офисные, у тебя есть желание. Я брал просто скопом для балансира портфеля, там, REIT, VNQ, то есть, такие вещи, там буквально еще парочку каких-то там существует, но основная позиция, это большие, скопом, аллокация на недвижимость, большая, то есть, у меня нет экспертизы, то есть, я, например, могу неплохо оценить отдельные компании, в отдельных каких-то индустриях, но вот с REIT-фондами, ну, там, честно, мне порой сложно, хотя там есть определенный алгоритм, там поиска, селекции, брал скопом, просто экспозицию. Ну, хорошо, смотри, у него, не знаю, как человек зовут, Дмитрий Черемушкин. Дмитрий, у Дмитрия позиция чисто такая, рейты профигачились, отсели, нужно ждать было отскок. Понятно, что у тебя, как совсем слишком негативное ожидание, мы видели, что вот эти огромные проблемы банка, средней руки, балансы, убытки, то есть, понятно, в какой-то момент рынок стал крайне негативный, ты берешь отскок. А вот логика, почему ты держишь у себя этот портфель, она в чем заключается? Она у меня заключается в том, что это квази-бонд, и что здесь есть вот то, о чем говорит Дмитрий, есть вот это вот корреляция. А что значит квази-бонд, прости перебью, как вот, мне просто самому интересно, я об этом так не думал, объясни мне как-то. Смотри, инструмент, который платит тебе фиксированную доходность, если у тебя по бондам, по корпоративным бондам, по инструментам фикс-тынкам начинают падать ставки, соответственно ты начинаешь, есть инвесторы, которые именно значит инвестируют либо в дивидендные истории, либо же в инструменты фикс-тынкам, которые ищут кэш-флоу. Соответственно они будут смотреть, там у тебя, значит ты приходишь в меню на финансовые рынки, у тебя в одной части падают доходности. Соответственно ты в поисках вот этой доходности в виде кэшаута идешь в другие инструменты, такие как например инструменты связанные с недвижимостью. И, соответственно, они у тебя тоже на падении процентных ставок тоже растут. Ну, то есть, мне эта идея, например, легла на душу, я туда поставил свои деньги, купил я, конечно, не по дну, то есть, покупали мы в этом флете, вот, и, соответственно, сейчас там какой-то микро-плюс. Но, я думаю, что… Да, совершенно верно. Ну, а наша падать будет у тебя, как сказать, у тебя в этой формуле не размер дивидендов падает, у тебя просто растет тело. Не, я тебе говорю соотношение, дивиденд-илл точно. Да, да, да. Окей. Да, вот у меня, кстати, есть, у меня тоже клиенты спрашивали. У меня мнение такое. Я не задействован вот в рынке недвижимости своим клиентам. Я говорю, что недвижимость 20% портфеля должна быть, потому что у недвижимости есть определенные такие характеристики, которые для стабилизации, если мы говорим не про спекулятивные какие-то портфели, да, а именно для балансировки, для сохранения капитала, то недвижимость должна присутствовать. Ведь она не коррелирует практически ни с какими классами активы. Даже, я помню, я делал видео, когда я в экскурсии с CFA доставал все то, что я проходил, там прямо у нас давали рассчитывать. А ты получил CFA по итогу? Сдал CFA? Да, конечно. Чартер? Я третий экзамен так и не доздал. Я два сдал. Нет, это уже было давно и неправда, на самом деле. Но, да, поэтому это еще за этот CFA нужно башлять каждый год, так что, товарищи, 350 бачей за то, чтобы себе писать на карточке, что ты такой умный и красивый. Ну, не об этом дело. И, в общем, на самом деле недвижимость важна. Я всегда говорю, что у тебя с точки зрения есть жилая офисная недвижимость, да, и у тебя есть недвижимость индустриальная и инфраструктурная. Инфраструктурная, это имеют, допустим, вышки там Wi-Fi, телекомовские вышки, это серверные какие-то вещи. Это то, что мы знаем, что будет в любом случае при увеличении вот этой компьют-скорости, нам это будет нужно. То есть у тебя там есть определенно стабильные какие-то темы, которые никуда не уйдут. Индустриальная недвижимость и рейты, они сами по себе тоже очень стабильные. У них, в принципе, просадок как таковых нету, потому что нет цикличности. Если ты построил химический завод где-то, ты его завтра не перенесешь за счет того, что просто процессы переноса вот этих всех оформлений невозможны. У тебя, как правило, технопарки, которые вот химические, как у нас в Европе построят, там целые города, они стабильны сами по себе, потому что даже если производство банкротится, его быстро очень заменяет и довольно гибкий. С точки зрения особенно американских рейтов на недвижимость, то, что я точно не делал, это не брал бы офис на недвижимость, потому что то, что я вижу, то, что я читаю по Америке, мы сейчас находимся в финальной фазе вот этого, как говорит, сначала ты банкротишься медленно-медленно-медленно-медленно, а потом раз и все. Потому что даже если посмотреть на Нью-Йорке, то есть вот был пример, что Deutsche Bank выставил на продажу офисное здание, на Вру где-то, но в Миттауне было, которое они купили пять лет назад за 500 миллионов, а сейчас они его продают, по-моему, чуть в районе 200. И, соответственно, проблема в том, что раньше в этом здании сидел, по-моему, филиал Bank of America или другого банка, они оттуда съехали, и ты это просто не сдашь. И у тебя проблема в том, что вот я читал сегодня, да, то есть это если мы говорим сейчас про недвижимость в секторе офиса, никогда не вернутся вот эти темы с точки зрения, мы все загрузим эти офисы, все эти стартапы, мы мало того, что многие из хоум-офиса работают, так у нас еще проблема заключается в том, что сейчас на фоне рецессии, давайте будем откровенны, если безработица такая низкая, то безработица, как и в любой циклической теме, должна вырасти. То есть, по большому счету, на фоне наступающей рецессии нам нужно исходить из того, что спрос на офисной площади будет не то, что расти, он будет 100% пал. Если вы хотите долезть, то вы должны понимать, что вы играете в относительную спекуляцию. Цены были просажены, раз, поехали вниз. Fair enough. Вопрос тогда, если уже сейчас поезд так проехал, те графики, которые он показывал, там были серьезные отскоки, вопрос каждый должен себе задать, есть ли потенциал дальнейшего отскока или нет. На мой взгляд, его нет. Может быть, он еще есть, но он не настолько велик. Если мы говорим, допустим, про жилую недвижимость, то, опять-таки, жилая недвижимость – это такой локальные рынки, темы какие-то, которые ты… Я вчера твит читал и думаю, смотрю про какие-то застройщика в Нэшвилл, Теннесси. Но это же задница мира. Я понимаю, что у них там есть пару команд, там хоккейная, американский футбол, столица кантри и прочее, прочее, прочее. Но это находится, грубо говоря, я не знаю, где, чтобы не портить тебе эфир нецензурными выражениями. И, соответственно, там была такая тема, что застройщики попадают в проблему в том, что, в принципе, происходит в Европе. Когда возросшие косты и высокие ставки, у тебя происходит дисбаланс. Ты не можешь не достроить, и ты, в принципе, даже если ты достроишь, ты без убытка не можешь это сбагрить. И они говорят, что за последние два года все комплексы, которые были застроены, максимум заселены на 40%. Жилые. И вот, да, жилые. Жилые билдинги. И я думаю, что это, опять-таки, это один регион, где вот конкретно тема, там, у них своя ситуация. Понятно, что везде это по-разному. Но, допустим, в Европе или в Германии, смотрите, все вот эти жилые холдинги огромные у нас, они все в предбанкротном состоянии находятся. Комплекс недвижимости у нас был такой Рене Бенко. Это великий инвестор, который считался магнатом. У него такие были мохнатые огромные фаберже. Он по всей Европе был известен. Он купил главный универмаг Германии КДВ. Kaufhaus des Westen. Это наподобие Херетса, грубо говоря, немецкого. У него был, он скупил все торговые дома, у него империя была целой недвижимости. Все, она банкротится одна за другой за другой. У него был такой там леверидж сумасшедший. И сейчас на фоне, когда вот пошли дефолты и когда просто не могут платить арендные платежи, вот этот карточный домик начинает скидываться. Поэтому я понимаю логику твою, что держишь. Вопрос, опять-таки, размер оппозиции. Я думаю, что, в принципе, можно было ожидать вот такой динамики, особенно сейчас, когда уже понятно, что ставок повышения не будет, и рынок начинает двигаться. Значит, будет снижение. Значит, нужно сейчас уже готовиться. То есть у тебя есть вот этот фронтрайнинг эффект, который идет. Насколько он продлится, мне кажется, балансы банков лучше не становятся. У банков будут проблемы. И если надо, как спекуляция, why not, на долгой срок я бы не сталкивать. Ну, это момент. Да, это и чисто, как сказать, это тематичный, ну, по крайней мере, я не знаю, как Дмитрий это делает, но для меня это тематическая история. То есть вот здесь и сейчас, условно, на ближайшие полгода-год это актуально. То есть как только эта история... Да, слушай, ну, молодец, он прямо тогда, он молодец, он взял, поднял, понял, что где-то дисконт был очень сильный. Вошел, посмотрел, динамика пошла, докупил, и, ну, ничего не скажешь. Но это спекулятивная сделка, опять-таки, вопрос... Ну, он словил вопрос, сколько там еще осталось. Это как тогда с биткоином, покупать его на 40 или не покупать? Про это мы еще поговорим. Про это мы поговорим. Ну, хорошо. Значит, в целом, миссии твои понятны. Покупать. Ну, сейчас, хорошо. Так. Следующий у нас это CryptoFamily. Так, видно, виден экран? Что-то мне высвечивали, да? CryptoFamily и Степан Демура. Несколько вот его блоков. Мне интересно, первое, это про S&P 500, вообще его view, и по поводу индекса доллара. Потому что вот Василий, который говорил, что, ну, вот, доллар будет расти, у него вектор, что мы, кстати, так скользь не обсудили. Вот сейчас, кстати, можно будет эти два мнения посмотреть. Потому что у Степана Демура принципиально другое view, что доллар, наоборот, должен падать. Ну, давай посмотрим несколько кусочков, пару минут один и пару минут другой. Такс пробил all-time high и пошел еще раз вверх. Значит, S&P скоро пойдет за ним. Такая маленькая аналогия. Что это, выносят шарты? Либо это близок к конец еврейской войны, европейского конфликта Украины-России. Что это такое? Чего он туда полетел? Фундаментальных причин для этого нет. Просто ликвидность. Все остальное это сказочки фундаментальные, которые объясняют либо рост, либо падение рынка. У Вас на экране это виртуальная экономика, которая к реальности никакого отношения не имеет. К этому выводу, кстати, после стольких лет пришел, по-моему, даже Морган Стэнли, аналитики которого буквально пару лет назад заявили, что, ребята, засуньте все свои фундаментальные скажечки себе в одно место. Главное, что движет рынком, это ликвидность. Либо она есть, либо ее нет. ФРС и Центробанки печатают деньги. Все растет, условно говоря. Если они изымают ликвидность из системы, все падает. А под каким соусом, ну, это уже, скажем так, удел убогих. Вот, поэтому на секундочку сейчас я одену обратно шапочку из фольги и такой вопрос. Представьте себе, что я убогий. И я вот интересуюсь таким вопросом. То есть получается, что они вливают ликвидность, убивая тем самым евро. Они понимают, что плохо. Там в Италии катастрофа. Там половина Европы реально, ну, там жесть. Реально. Экономическая жесть. Тут эта вся зеленая повестка. Давайте отключим электростанции. Давайте то-то-то-то-то. Ну, то есть такое впечатление, что они сами реально стреляли себе в ноги, улыбались и весь мир отливались бензином и жгли петарду. Китай это сейчас, пестрят заголовки, какая-то еще назревает история. Это вопросы наши. Ну, по поводу S&P 500, я думаю, что там дальше уже про Китай. Эта конспирология не очень интересна. Вот S&P 500 летит на ликвидности. Это первый такой момент. Ну, или давай про него, а потом дальше про доллар. Вот что ты думаешь? Ну, в целом, наверное, мы уже проговорили. Твое мнение, наверное, в значительной степени тут совпадает. Что рынки это... Мне очень нравится выражение, как мы характеризуем, что такое ликвидность. Все несут, говорят, ликвидность, ликвидность. Никто не понимает, что на самом деле имеют в виду. Вот тут товарищ Димура заявил, что центробанки дают ликвидность. Я вот с этим крайне вообще не согласен. Вот крайне. Центробанки ликвидность сейчас не дают. Они дают банкам, а банки уже дальше что-то с этим делают. Да, что-то с этим делают, но, опять-таки, банки тоже... Если ты посмотришь с точки зрения портфеля и кредитования роста баланса банков, везде идет снижение. Единственное, где растет ликвидность, серьезно растет ликвидность, это как раз-таки вот этот shadow banking system. Это та система, которая построена на краткосрочных инструментах, где много левериджей, где много как раз-таки залоговых типа репо-рынков. Репо-рынки у тебя и вот эта система, которая нерегулируемая, а у нас там половина банковской системы, половина всей финансовой системы не регулируется. То, что центробанки делают. Я всегда говорю, что никто не хочет слушать. 450 триллионов вся система. Центробанки, все балансы вместе взяты, 30 триллионов. 200 триллионов – это банки и 250 триллионов – это теневая система, хедж-фонды, пенсионные ставки и прочее, которые ничем не контролируются. Они живут в параллельной реальности. Когда говорят, вот у нас ликвидность, ну скажи мне, какую ликвидность ты имеешь в виду. У нас центробанки печатают деньги. Не печатают у нас центробанки деньги. И ликвидность, если ты посмотришь на состояние ликвидности, ФРС европейский, они ликвидность дают. Китайцы давали ликвидность, и то они сейчас это снижают, потому что не работают. Почему пошла ликвидность? На мой взгляд, очень высокий выпуск американского долга, особенно на коротком конце, привел к снижению стресса в цепочках залоговых. Плюс, если мы наложим сюда то, что в принципе сентимент игроков наложился, пошел в риском, у тебя получился больше доступ к левериджу, и у тебя пошли снижения каких-то рисковых процентных соотношений, то твои спреды где-то сузились. И у тебя на этом фоне, безусловно, когда сейчас говорят soft landing, а я тебе даже могу сейчас, я бы читал, чувак говорит, вот один вот, как его, позже, знаешь, был венгер, который писал про эти системы. Его базовый сценарий, что никакой вообще рецессии не будет, мы вообще улетим на all-time highs, и вообще в ближайшие два года все будет супер. И он прямо это обоснует, это тоже можно понять. Поэтому, когда мы говорим, и он говорит даже не с точки зрения ликвидности, но когда мы сейчас говорим, что происходит с ликвидностью, нам нужно понимать, что ликвидность не растет от центробанков. Ликвидность идет из, скажем так, из других мест, которые находятся и не связаны вообще никак с какой политикой. Поэтому в этом плане риск он, то, что народ понимает, что ставки закончились, у нас есть как бы показатели относительно неплохо. Вот у Васи в видео девушка сказала, что ритейл и сейлс были супер. Да, супер, относительно чего? То есть 4% того, что мы прыгнули, опять-таки, если посмотреть, что у нас там и Black Friday и прочие Cyber Monday, можно сказать, что ритейл и сейлс были не такие офигительные. Но они были хорошие. То есть у нас, в принципе, безработица не растет. То есть у нас все стабильно. Стабильно, 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 стабильно. И вот этот soft landing, а может уже и no landing, драйвит рынки наверх. И когда у тебя есть sentiment, у тебя есть определенная ликвидность, у тебя залоговые цепочки работают. И когда риск он идет, вот на этом фоне у тебя, да. Я думаю, мы пойдем выше. Ну, здесь, скажем так, тоже спорно. Некоторые моменты с чем-то я согласен, с чем-то, наверное, не согласен. Потому что, если мы посмотрим на не экономику, а именно на рынки, то здесь достаточно высокая корреляция с тем, что делают центральные банки и с тем, что мы видим де-факто. Потому что у тебя есть еще очень важный фактор – это риски, которые связаны с системой. И вот что, я думаю, что ты помнишь такой график. По-моему, в прошлом году он был такой, облетел все, что можно. Такая абракадабра. На ЦМИ он был, в общем, кто-то делал исследование и сравнил, как влияет монетарная политика центральных банков с волатильностью, которую мы по итогу имеем на рынках. Так вот, чем меньше, чем более жесткая монетарная политика, тем более высокая волатильность, тем, соответственно, более высокие риски. И вот что делают центральные банки, когда начинают смещать монетарную политику? Они как раз-таки убирают риски и снижают волатильность в системе. Соответственно, у тебя снижаются риски, у тебя растут оценки, по которым торгуются инструменты. То есть тут, безусловно, нет, возможно, какого-то одного правильного вектора взаимосвязи. Тут система гораздо более сложна. Но, на мой взгляд, говорить, что никак не связано то, что делают ЦБ, с тем, что происходит в конечном счете на финансовых рынках, на мой взгляд, это неправильно. Хорошо, смотри, тогда мы говорим. Я тебе просто представляю с точки зрения размера. Fair enough. Во-первых, тогда мы видим график, как из НП связан с балансом ФРС. Но если мы потащим чуть подальше, посмотрим, когда и никаких банковских резервов не было. То есть до 2008 года средние банковские резервы составляют 440 миллиардов. Сейчас они 4 триллиона практически на максимумах. Все паникуют, что это такое. Деньги печатают, куда-то их нужно девать. По большому счету мы говорим о том, что корреляция, которая красиво накладывается на график, она не значит, что имеет какую-то каузальность. То есть у тебя доказательства того, что программы ЦБ приводят, как раз-таки именно являются фактором того, что растет курс акций, их нет. Я бы не сказал так. Смотри, я бы не сказал, что это является единственным фактором. То есть это при больших равных оказывает серьезное влияние. То есть это формирует определенный сантимент. Это нельзя, мне кажется, перечеркнуть, что монетарная политика не формирует рыночный сантимент. Нет, ну вот смотри, что ты говоришь. Формирует сантимент. Безусловно. То есть если мы говорим, да, тогда мы говорим про психологию. То есть если там, допустим, если ты покажешь 100 обезьянам банана, они все приведут. Нет, подожди, вот я тебе про это же и сказал, что убирает риски, соответственно, формирует позитивный сантимент. То есть вот тебе простая логическая цепочка. То есть, конечно, наверное, неправильно. Я понимаю, в чем твоя главная претензия к вот этому доводу, что, ну, опять-таки, ты и я там, ну, возможно, ты там лучше разбираешься. Но мы понимаем, как выглядит система, что есть резервы, то, что центральные банки на самом деле дают резервы и управляют, грубо говоря, балансом банков и собственным балансом. А уже та ликвидность, те деньги в экономике, это они именно через банковский сектор попадают. И вот то, что говорят, что, значит, ФРС там что-то напечатал, это я с тобой согласен. И я думаю, что чуть более искушенный зритель это тоже все прекрасно понимает. Потому что то, что напечатал деньги, грубо говоря, доллары, которые есть между банком и ФРС, это не те доллары, которые есть в нашем с тобой кармане. Вот, это там разные деньги. И вот этот тезис, что центральный банк что-то напечатал и деньги попали в экономику, тут две больших разницы. И с этим я согласен. Абсолютно согласен. Вот это вкупе и формирует. То есть мы не можем, конечно же, взять и сказать, вот это формирует, например, цену на S&P 500. Только баланс. Ну, это неправда. Или только сантимент. Это тоже неправда. Или только экономический рост. Что тоже неправда. Это гораздо... Мне тоже нравится твой тезис, что нельзя там... Что мы строим все вот эти вот конструкции, но реальной картины мира нет ни у кого. И это правда. Потому что очень много различных переменных. С этим я тоже с тобой согласен. Но все равно, чем ближе наша вот эта модель, которую мы построим к реальности, тем, соответственно, мы будем в этой модели более эффективны. Это вообще цель любого хомо сапиенса. Построить картину мира, которая наиболее соответствует реальности. И, соответственно, в этой картине мира существовать. Так вот. Ну, друг мой, точно не любого хомо сапиенса. Смотри. Вот ты отличную тему затронул. Потому что давай тогда рассуждать по-другому. Давай. Что делают центробанки? Вот центробанки придумали эту... шляхскую QE, которая типа и quantitative easing и прочее сапи. Вся эта тема была создана для того, чтобы типа у нас огромное количество долгов, не дай бог, процентные ставки по бандам вырастут, правительства не могут их перетеносировать. Правильно же? Вся эта фигня была, что центробанки монетизируют долг, которого так много. Потом вот японцы этим занимались 20 лет. И, кстати, центробанки нужно отдать должное. И это я где-то у себя видео показывал. Даже Bank of International Settlements сделали. Они на самом деле проявили эмпирическое исследование. Что вся эта фигня, которую они делают, грубо говоря, триллион, она снижает эти ставки на 0,0 какой-то процент. Это бутафория. Вот. Тогда что получается? Я делаю QE в плане того, что мне нужно снизить нагрузку на долговую. При этом, как правило, ставки не то что падают, они немножко даже подрастают. Динамика при QT, когда я вроде бы, знаешь, облигации опять возвращаю и ликвидность изымаю из системы. В такой логике, тогда ставки, наоборот, должны как бы расти. Потому что у тебя слишком много долгов. Опять-таки, куда-то их нужно перефинансировать. Тебе нужно требовать премию за риск. А когда идет QT, у тебя, как правило, исторически ставки падают. А теперь давай, вот как я думаю, я тебе объясню. Теперь что происходит в реальном. Ставки падают при QT? Нет, наоборот. При QT ставки растут. Ну да, да. При QT растут, да. То есть сейчас мы наблюдаем переходный период, когда у нас типа QT, но ставки вот росли, росли, росли. Сейчас у нас меняется динамика, потому что программы тоже делают Центробанки, они всегда происходят слегом. Они не управляют этим, они реагируют на происходящее. Вот давай подумаем так. Хорошо. С точки зрения меня как банка, когда производится QE, я понимаю, что по большому счету я сижу в теплом детском садике, когда меня накормят, когда мне поменяют подгузник, когда мне получат днем спать, и все отлично. Мне в бандах сидеть смысла нет. То есть я понимаю, что даже несмотря на то, что вот есть экономическая ситуация, 15 лет, она была такая относительно не очень суперская, мне в бандах сидеть смысла нет. Я пойду, буду заниматься там, где я могу найти более высокую доходность. То есть у тебя все равно эффект перекладывания, он присутствует. А в QT у тебя наоборот. Когда Центробанк говорит, я выбираю ручки, у меня как банки, посмотрев, что происходит в 2008 году, и как у тебя вот сегодня на завтра у тебя срубают там топ-5 банка во всем мире, ты подумаешь, ну что-то мне бонус многомиллионный терять не хочется, а надо нам оно вообще? Ну не заработаем мы в этом году 200 лямов дополнительно. Ну что делать? И у тебя идет обратная реакция. Как раз таки у тебя, когда QT банды должны расти доходности, они у тебя падают, потому что все уходят в рисков. И у тебя рынок работает так, что QE риск он, а QT рисков. И вот вполне возможно, сейчас мы эту тему наблюдаем, про QT можно отдельно вести дискуссию, то что у тебя весь рынок пошел рисков. Я просто пытаюсь понять, в чем тогда спор. То есть если ты согласен с тем, что QE в том числе формирует некий сантимент и некий риск он, рисков как в экономике, так и на рынках. Я не считаю, что он формирует сантимент, потому что банки сами по себе понимают, как они работают. То есть для них это просто есть возможность чуть-чуть больше заработать или нету возможности чуть больше заработать. То есть QE, QT крутится... Для банков, да. Не, подожди. У меня моя тема так, что не QE, QT крутит тем, что банки делают, а то, что делают банки, крутит QE или QT. Вот моя логика. То есть она обратная. То есть ты то, что получаешь движение центробанков? Да, с этим я согласен. Единственное, что я бы добавил, что помимо вот как бы банков и то, что делают банки, есть же еще ставки в остальной экономике в реальном секторе, которые в значительной степени привязаны к тому, что делает центральный банк. И, соответственно, если для тебя деньги дорожают, как мы видим, например, ну аномальную ситуацию в секторе недвижимости, когда у тебя казалось бы ставки по ипотеке растут, но при этом растет недвижимость, потому что растущие ставки у тебя очень сильно зажимают предложение. Ну, то есть у тебя просто люди, которые там сидели в двухкомнатной, они не переезжают в трехкомнатную, те, кто сидел в трехкомнатной, не переезжают в свой дом, потому что они не могут просто-напросто взять. И, соответственно, у тебя на рынке сжимаются предложения. И таких примеров огромное количество. Там у тебя, как Павел говорил, нету капитальных расходов при таких ставках, потому что ты считаешь, у тебя там доходность не складывается. Ты понимаешь, что при таких ставках не имеет смысла что-то развивать. То есть все равно есть влияние. То есть мы не можем сказать, что оно, возможно, преувеличено. И, возможно, для... Вот вчера, кстати, вот с Намжилом интервью, которое я проводил, он тоже у него, там, как у Криптона, у него там вот есть несколько мифов в голове. Что, знаешь, там один из мифов, там вот был, я ему объяснял, что вот есть там 600 триллионов, там, грубо говоря, стоимость всяких дериватив, и вот они почему-то должны перекочевать, там, не знаю, в рынок крипты. То есть, ну, и там какие-то такие вещи, что долги там, например, должны обнулиться. И, ну, много мифов. И, возможно, вот этот вот миф, что центральные банки являются единственным, там, источником ликвидности, он переоценен, потому что ты смотришь на это там с многих сторон, с точки зрения там банков. Кстати, про банки очень классный кейс, когда, по-моему, во время ковида ФРС сказал, что, слушайте, вы даете кредит, мы вам 95% гарантируем. Ну, типа, 5% это вот на ваш риск. И я читал там, значит, комментарии одного банкира, который говорит, так а нам это ничего не меняет, потому что под эти 5% мы все равно должны сделать риск ассессмент. То есть мы должны оценить клиента и посмотреть, ну, вообще, что он из себя представляет. То есть если бы вы нам 100%, значит, процентов гарантировали, ну, это тогда была бы другая история. То есть тогда бы выдавалось огромное количество этих кредитов, ну, соответственно, неэффективно. То есть все, комментарии справедливы, что вот этот миф, он действительно, в какой-то степени миф, но не на 100%, потому что если мы смотрим на спреды, на реальную экономику и так далее, куда все равно вот это влияние. То есть понятно, что если там нет спроса, грубо говоря, если в экономике нет спроса, то хоть под 0%, ну, там нет спроса на деньги. Никто не идет, не берет кредиты, никто не делает капекс, потому что у тебя нету будущего. То есть никто не видит развития рынка и 0, ты хоть минус, да, вспомнишь, в Европе были даже отрицательные там ставки и так далее. То есть ничего не происходило, потому что у тебя в экономике нету на это спроса. И это правда. Но сказать, что это на 100% неправда, что центральные банки там никак не влияют, на мой взгляд, тоже неверно. То есть крайне, истинно, она где-то посередине, наверное, между этими... Ну, как ты сказал, как ты сказал, психологическое влияние, я не говорю, что, понимаешь, мы всегда готовим рассматривать ликвидность центробанков, ликвидность той системы или той. Я говорю, что у нас тема такая, у нас есть три основных подушки, которые определяют. У нас есть центробанки, у нас есть система банковская, которая работает по определенным планам, и у нас есть внебанковская система, которая является самым крупным активом, грубо говоря. Если мы разбиваем это по-другому и с точки зрения ликвидности, вот эти три сектора, у тебя есть ликвидность центробанковая, как обычно, у тебя есть ликвидность рынка фрепо или коллекторала, который как-то... Ты же хедж-фонд, если на 100 миллионов трежерис покупаешь, ты же не платишь до 100 миллионов. Ты приходишь к дилеру, даешь ему два, он тебе под залог этих бумаг 98 дает в кредит. И вот в маржу ты где-то с этого пасешься. Чем больше леверидж, тем больше ты живешь. И плюс у тебя цепочки перефинансирования, которые находятся на билатеральном уровне. Это те же самые деривативы, это те же самые свопы, это те же самые какие-то borrowing, lending, транзакции между крупными портфельными игроками, которые пытаются заработать определенный спред, которые может даже вообще никто не видеть, как они происходят. То есть у тебя, я просто говорю, что сегмент ликвидности центробанка, он пропорционально есть, смотрите, общая система, крайне маленький. Но так как у нас все смотрят, что делает Джером Пауэлл, когда он с утра входит в туалет и курит первую сигаретку, то у нас всегда на это реакция очень сильно выражена. Я считаю, что то, что делают центробанки и реакция, которую получаем на это, она всегда непропорционально огромная по сравнению к значению то, что происходит. Вот то, что я хотел сказать. И поэтому я говорю, что в данном случае, если говорить про пропорции, на мой взгляд, центробанки не играют в этой системе на данный момент особой большой роль. Ну, друзья, напишите, что вы думаете, напишите, вот какое ваше мнение на этот счет. Интересно будет почитать, с чем вы согласны, с чем не согласны, какая картина мира вам ближе. Ну, а мы... Пишите гадости. Да, Александр дает зеленый свет на гадости. В общем, ну, я там уже хейтеров перебанил, я думаю, что уже там их не осталось, уже некому писать гадости. Вот, искренне надеюсь. Ну, пишите, Александр дает зеленый свет, поэтому, кто хотел высказаться, welcome. Следующее, это по поводу доллара. Где-то тут сейчас... Четырехлетний цикл доллара. Давай послушаем интересное мнение. Четырехлетний. Он заканчивается, по-моему, в феврале, если не ошибаюсь. Низы должны поставить. Там окно для низов. Смотрите, мы последний низ годового цикла поставили в июне по доллару, поэтому, ну, у нас, в принципе, есть время, так условно говоря, до начала лета поставить низы по доллару. Что такое ослабление доллара? Это, в общем, в последние, скажем так, лет, наверное, 10, это улучшение финансовых условий в США. Индекс финансового условия можете взять, посмотреть, сравнить его с индексом доллара, там, от Goldman Sachs, от ФРС, они, в общем, есть в свободном доступе сити. Что значит улучшение финансовых условий? Это значит, деньги останутся дешевле, больше ликвидности системы, соответственно, рынки растут. Поэтому, вот как раз в рост S&P, который, похоже будет на новый статистический максимум, который должен быть поставлен по идее в первую половину 2024 года, он, в принципе, должен соответствовать ослаблению доллара, ну и, соответственно, по ходу доллара на низ годового цикла и на низ четырехлетнего цикла. Да, вот как-то так. Примерно мая, июнь туда. Да, да. Может, там, может, раньше. Вот у нас там разные есть метрики, это я просто трехлетний почему-то, почему-то сказал, но у нас есть там, видите, если так посчитать по количеству дней, 1231 день примерно. В среднем, ну, по статистике, у доллара четырехлетний цикл, а трехлетний цикл у прижарей. И потом, вот, ожидаем такой выход наверх, а куда там? Ну, это будет, как обычно, начинается, пардон, задница в мировой экономике, в финансовой системе, соответственно, поскольку абсолютно большинство долга в мире номинировано в долларах, а когда вы берете в долг, вы эффективно открываете короткую позицию по доллару. Соответственно, будет такой мощнейший шортокрыл короткие позиции по доллару будут закрываться, доллар будет расти. Ну, там мы 86 ждем потом когда-нибудь. Сначала доллар подождает. Но это будет потом. Это будет потом. Вначале надо выйти из рынка вовремя, в 2024 году. Сначала нужно пережить рост доллара, скажем так, а потом задуматься над тем, что будет дальше. А я, кстати, вот эту мысль вынашивал весь этот год, что если полетим вверх, то будет большая жопа, и там надо будет вообще думать уже, там будет не до крипты. Там будет не до крипты, это да. Очень многим, я бы так сказал. Не то чтобы всем, но очень многим. Арабские Эмираты, тут прилетела новость, что они там якобы хотят от доллара отказаться, и уже там чуть ли не на всех парах. А это уже новостная лента такая себе, как бы Арабские Эмираты, у которых Витер Ханг к доллару подвязан, отказываются. Это правда? Или это просто... Ну, слушайте, давление идет на США со стороны многих игроков серьезных по всем направлениям. Запах крови. Почувствовали запах крови, так называемая Американской империи на последнем издыхании. То, что сейчас творится, зачем назначали Байдена, здесь председатель, давно выживший из ума, подписывает любые бумажки, принимает любые решения, потому что политика США, внешняя политика и экономическая со времени назначения Байдена война сравнима с самоубийством. То есть, США делали все практически себе во вреде с точки зрения гипотической игры и с точки зрения... Ну, такие мысли. Значит, падение... Под конец, походу, Хайзена включили. Да, дали слово, да, нет, там много общего, понимаешь, потому что, ну, что Степан Демура, не знаю, насколько ты знаком с творчеством. Я не знаю, не знаком. Да, это вот тоже великий конспиролог, и вот как и Хайзен, там, про мировое правительство, не знаю, ну, то есть, какие-то такие вещи. Ну, с этим, наверное, мы не будем лезть в эти дебрии. У нас, ну, не знаю, у меня так точно недостаточно экспертизы в этом вопросе по поводу, там, мирового правительства и так далее. Индекс доллара. Да ты просто хейтеров боишься, признавайся. Да, наверное, Сейчас вылезешь, а потом на тебя клеймо повесит, скажет, что Андрей Ватник, конченый. А ты у нас культурный мальчик, ты хочешь еще как бы нормально по-человечески. Да, по-человечески, ну, все может, да, может быть, где-то этот страх внутренний есть, надо подумать, порефлексирую, значит, на досуге над этим, и, возможно, следующий видеоролик будет посвящен, уже выскажусь на все пора, мировое правительство, там, и так далее, и так далее. Ну, с психологической поддержки можешь меня позвать, я тебя подведу, в неправильную сторону. Окей, доллар. Да, что ты думаешь по поводу падения? Не кажется ли тебе, что, вот, мы еще, я так понимаю, в конце про твиттер и про ставки поговорим, что вот эти шесть понижений, а там еще, на самом деле, и больше было, там, даже чуть-чуть больше, уже, чем шесть, в моменте прайсилось, что это, ну, несколько такой овер, оверреакция рынка, и что, вот, ну, падать, возможно, будем, но не настолько долго, и не настолько глубоко, как вот считает, например, Степан, вот, что ты думаешь, ставишь ли ты на падение доллара? Ну, вообще, то, что он сказал, я с ним согласен, я не понимаю, откуда они оба нашли цикл в четыре, в четыре года, потому что средний цикл доллара, ликвидности, он восемь с лишним лет, ну, по крайней мере, здесь, в Америке, то, что в американских, аналитических, это новый ноу-хау, который я первый раз слышал, средний, исторический цикл, слабовали, сильного доллара, составлял примерно 8-9 лет, сейчас мы уже перегрели, мы в районе 10 лет, то есть, в принципе, если ты посмотришь цикл, когда доллар начал расти, там, с года 11, да, вот, то есть, в принципе, вот эти скачки, то где-то вот мы оттуда уже растем даже лет 12, то есть, мы находимся на крайней долгой фазе, вот этот скачок в 2021 или 2022, когда доллар пошел на максимум, вот этот огромный пик, он и должен быть там пиком доллара, да, 22-й, то есть, вот это по логике долгосрочных циклов, вот здесь должна была закончиться полный цикл сильного доллара, что то, что возможность, две вещи, о которых я думаю, которые меня на самом деле сейчас интеллектуально занимают, с одной стороны, я понимаю, что то, что сказал Демура, это он абсолютно прав, с точки зрения шорта, все по доллару, и любая проблема с точки зрения ликвидности, приведут к тому, что это не важно, что будет, приведут к тому, что у нас будет огромная-огромная проблема. Что может посвятить этим фактом? То, что мне сейчас кажется, то, что мне сейчас кажется, это то, что товарищи из племени Хути в Емине, по большому счету, полностью перекрыли доступ к советскому каналу, и все торговые пути сейчас уходят через Южную Африку, и по большому счету у тебя там удлинение идет на 40%, будут расти косты, то есть мы получаем второй потенциальный инфляционный шок, с точки зрения логистики. Как это будет развиваться, мы увидим еще, но это потенциально серьезная проблема, которая вызовет, опять-таки, определенный скачок в ценах, что может привести, опять-таки, дисбаланс, скачку доллара. Вот на это я смотрю. С другой стороны, второй аргумент для ослабления доллара, и немножко конспирологии, то, что мы видим, происходит в иене, с иеной. Иена была в прошлом году 150, а потом получилось так, что был отскок ниже. Сейчас мы опять выше на 150, и сейчас мы опять пошли ниже. О чем нам это говорит? Это говорит о том, что конспирологи говорят, что гражданка Елен со всеми договорилась, что типа не надо иену больше опускать, потому что если иена пойдет еще ниже, японцам придется продавать трижаки. А если будем продавать трижаки, у нас и так там проблемы с фандингом на конце дальнем, это будет совсем плохо. То есть, с точки зрения конспирологии, если смотреть, то есть то, что сейчас снижается, снизили немножко доллар, я опять-таки не понимаю, где они увидели, что доллар серьезно снизился. Мы если посмотрим на доллар, ну, 102, это, конечно, он снизился со 106, но это не серьезно снизился. Серьезно бы он снизился, если мы были на 85-90. И этого пока не происходит. То есть, да, отметка 100 – это серьезная такая техническая тема, которую нужно учитывать, но с точки зрения американского долга, если мы говорим, что Павел управляет, еле направляют именно долговым рынком, тогда слабый доллар нужен абсолютно всем. Абсолютно всем. И в таком случае, давай предположим, что у нас есть заговор, когда товарищ Кси, товарищ Байден, товарищ там Курода, или как это называют, все договорились, что сейчас мы снизим немножко доллар, потому что низкий доллар снижает давление на экономике с точки зрения валют. То есть, у тебя все основные сырьевые потоки падающей экономики становятся дешевле, это автоматически замедляет инфляцию. Все супер. Фигово, конечно, для американцев, что типа, ну там у нас как бы, мы же завозим все из того же Китая, будет немножко дороже. Но тут логика немножко другая для американцев, потому что у них под сильным долларом начинает трещать рынок прежерис. Потому что, когда у тебя постоянно сильный доллар, и вот нехватка доллара, о которой говорил Демура, доллар шок, она приводит к тому, что государства, которые запасались прежерис на черный день, они начинают этот сценарий запускать. То есть у тебя, помимо того, что у тебя выпуск облигаций идет высокий, у тебя еще иностранные игроки начинают сливать дополнительные бумаги в рынок, которые приводят банковскую систему к проблеме просто перебалансировки. Потому что балансы могут не сходиться. Это не то, что, опять-таки мы говорим, не то, что это балансы не сходятся. Проблема в том, что когда у тебя там 10 триллионов трежаков в день летают, грубо говоря, и у тебя сотни и тысячи банков, которые должны к концу дня, чтобы цифры сходились, у тебя очень быстро может быть ситуация, которая говорит, что здесь не срослось, здесь не срослось, до свидания. И, соответственно, мы попадаем в ситуацию, когда слабый доллар приводит к тому, что потребностей продаж дополнительных нет, у тебя немножко снижается давление на другие валюты, потенциально, потенциально, это даже может вызвать какое-то позитивное экономическое движение, а американцы получают возможность просто поддерживать долговой рынок в таком состоянии, какой он есть. И вот в этой ситуации мы находимся. Доллар пойдет, у нас может получиться резкая дислокация на рынке, доллар пойдет вниз, все будет хорошо. Но тогда в Америке вообще сидеть смысла нет при нынешних оценках. Если говорить, как Демур, доллар пойдет вниз, у нас цикл закончился. Последнее место, где нужно быть. Все в Европу. Смотри, вот тут, смотри, вот я с тобой в этом случае согласен, но Степан говорит как раз-таки наоборот. Он говорит, что условно полгода мы падаем, а потом опять длинный-длинный-длинный рост доллара. Вот я, как раз-таки, мое мнение обратное, что в моменте доллар может быть уже где-то перепродан с учетом того, что слишком много заложили снижение процедной ставки по отношению к тому же евро или там к другим странам, что эта история может быть отыграна. Но вот в долгосрочном плане снижение доллара это действительно некий выход для всех. И рефлюцированный трейд, который мы видели в 2000-х годах, это тоже очень интересная история, которая может привести к росту развивающихся рынков. Да нет, 100% доллар будет валиться, вопрос до каких уровней и когда, но мне кажется, в нынешнем цикле, мой базовый сценарий, ты же знаешь, что я такой конченый дефляционист, то есть я говорю, что все, что мы видели про инфляцию, это вот начало того, что мы в конец пойдем ниже, мы пойдем намного сильнее. Вопрос, когда вот наступит реакция Центробанков, почему я скептически отношусь вот к этим всем анализам, которые мы проводим, что вот, если ставки падают, снижаются, значит, акции падают, если это происходит, то мы соединяем точку А и Б. Вот сейчас, когда я смотрю, я смотрю на ситуацию, смотришь на общий уровень долгов, ты смотришь на геополитическую ситуацию, конфликты определенные, смотришь на то, что последние два года корреляции стали ломаться, у меня просто вот такое, я вот этому всему больше верить не хочу, я могу быть неправ, может быть, оно так и есть, оно в мире существует, но вот на пятой точке я понимаю, что это уже не так, я не могу это объяснить, я не могу это тебе сказать, почему оно так, вот мы сидим, я вот что-то вот такое наговариваю, 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 и вдруг меня где-то осенит, для этого вот это же все делается, и мы вот это просто проговариваем, какие-то сценарии, которые, может быть, твои слушатели потом подпишут, и, ребят, ну вот интересно, а если так, и так, и так, вполне возможно, вот этот путь, поэтому здесь никто ничего не знает, мы ищем какой-то определенный путь, который более-менее, окажется, мы пытаемся быть, как часто говорят, вот такие, делать меньше ошибок, не быть правым, а делать меньше ошибок, а мир показывает то, что ошибок будет у нас, походу, очень много, и, что из этого все получится, до хрена мы знаем. Друзья, если вы торгуете криптовалютой, то хочу порекомендовать вам криптобиржу BingX. Это одна из самых ликвидных и самых крупных криптовалютных бирж в мире. Более того, на сегодняшний день вы имеете возможность использовать сервис данной криптоплатформы без прохождения KYC, что, соответственно, открывает дорогу многим людям, независимо от их паспорта и независимо от их места жительства. Более того, эта криптовалютная биржа дает большое количество вступительных бонусов, но и от себя я гарантирую, что в случае возникновения каких-либо проблем вы можете обращаться ко мне, и я буду все вопросы освещать публично, либо же стараться решить как-то эти вопросы в вашу пользу. Ссылочка реферальная, по которой вы сможете зарегистрироваться и, в общем-то, получить, заручиться моей персональной поддержкой в рамках этой, в рамках работы с этой криптовалютной биржи будет в описании к этому ролику. Ну что, последний гость в нашем сегодняшнем топе это Рафаэль Слезы Сатоши и его вью на биткоин и на крипторынок. Давай послушаем немного, мне кажется, интересное рассуждение, я знаю, что ты там не особый криптан, но, тем не менее, вот логика, с которой Рафаэль подходит к рынку, я думаю, что здесь есть на что обратить внимание, как плюсы этой логики, так, в общем-то, и некоторые вопросы. Несколько минут и, собственно, поговорим о будущем биткоина и мнении Рафаэля. О чем мы говорили в последнем обзоре, что на каждом каком-то серьезном одобрении чего-либо запуске рынок падал, на запуске фьючерсов на биткоины рынок падал с 20 тысяч долларов до 3, с 64 на листинге акций Coinbase, а зато на слухах об IPO все это дело росло прекрасно, на запуске фьючерсных биткоиней мы с 69 стали в октябре укатываться до отметок 16. Ну и, разумеется, мы ждем сейчас ETF, и на ETF, ну, наверное, по логике вещей, по статистике мы, наверное, должны расти. Вряд ли. Вряд ли. Но дело в том, что желание, чтобы вы покупали, безусловно, будет. И когда этот ETF идеальнее всего одобрить, я, если честно, думал, что раньше, после закрепления, сразу после закрепления над 40, но над 40 тысячам мы закрепились, а одобрение спотовым биткоином ETF не последовало. Соответственно, делаю вывод, что логичный, как бы очень логичный, что он будет позже. Позже, насколько. Как мне кажется, после закрепления над 40, 48 тысячами долларов, все уверуют в лонг, будет фома, и вот здесь, при снижении, как бы уже на новостях об одобрении спотовым биткоином ETF, биткоин скорректируется, это будет прекрасная точка, если люди начнут покупать, а мы за этим будем следить, будут ли они покупать по 48-50 тысяч, будут ли они засаживаться, то уже засаженные, когда увидят при коррекции одобрение спотов биткоином ETF, поверят в то, что позицию они набрали верную, переживать не стоит, просадка, это всего лишь просадка, таких просадок было много, но каждый раз биткоин только рос. Ну и, короче говоря, потом на каком-то отскоке, я думаю, произойдет финальный разворот, и мы полетим куда-то сильно вниз, я думаю, что вообще обновлять минимумы, и как бы не ниже 10 тысяч долларов, а соответственно и биткоин обнуление, потому что ниже 10 тысяч долларов, если биткоин закрепится, значит, он не нужен крупному игроку, хомяки с ним ничего сделать не могут, к сожалению, хомяки не могут, мы с вами толкать активы вверх, вот что мы делаем, мы все время все дружно закупаемся, да, какой-либо монеты, даже мелкокап, и что-то ждем, а что мы ждем, почему не растет, когда мы покупаем, потому что мы не есть сила, сила это крупные игроки, которые манипулируют активами, если они закупили основную долю эмиссии, той же монеты, которую закупил и ты, то да, когда ты будешь ждать, в какой-то момент может получиться так, что эта монета начнет расти, но не потому, что кто-то другой идет покупать, а потому что крупный игрок, а добра все, запускает эту ракету, начинает покупать уже все, что есть в стакане, и делает это он, а не мы, к сожалению, вот, поэтому и биткоин в целом будет обречен, если он будет ниже 10 тысяч долларов и будет активно продаваться, удовлетворяя спрос наш с вами, потому что ниже 10, последние трусы люди пойдут продавать, чтобы купить биткоин, а если большое количество биткоинов покупают, то кто-то их продает, в случае, если цена отбиваться вверх не будет, ввиду отсутствия объемов на продажу, значит, объемы на продажу есть, а у кого они есть, кто в профит может продавать все, что и ниже 10 тысяч долларов, в том числе, те, кто манили первые 7 лет 15 миллионов биткоинов, первые 15 миллионов эмиссии биткоина, ну, как бы, мой постоянный зритель все и так это знает, и поэтому так коротко, без каких-либо объяснений, а если вдруг ты хочешь чуть более конкретно все это дело послушать, последний плейлист на моем канале «Биткоин будет ноль», уже и такой плейлист появился, потому что здесь очень много информации про 48 тысяч долларов еще 10 месяцев назад, тогда, когда все смеялись, то есть я закупился улын, мы с вами, и мы с вами строили планы по поводу третьей вершины, третьей горы в районе 48 тысяч долларов, все это было тогда, когда у всех была апатия, крыльку никто не хотел покупать, в то же время я верю в то, что биткоин будет ноль, вот такой парадокс, но давайте теперь вернемся к графику, когда будет альтезон, я считаю, что альтезон как раз в этот момент, в этот период разворота биткоина и позитива на фоне одобрения спотового биткоинетов и должен произойти, то есть все, что в зеленом прямоугольнике, и возможно мы уже в этом прямоугольнике находимся, перед ростом до 48.50, в рост до 48.50, я верю, я верю в то, что альткоины вырастут, вырастут, потому как, давайте просто посмотрим с вами на такой актив, на любой актив, давайте на самый манипулятивный актив взглянем, к примеру, та же Solana, посмотрите, да, трезвый ум как бы не позволяет взять и пойти покупать Solana по 20 долларов, просто при цене 20 долларов у фондов по сколько, 500 иксов, да, то есть, ой, экран отключается снова, сейчас одну секундочку, заботало. Ну, я там подрежу, в общем, там уже идут обсуждения альтов, первый самый главный вопрос, а? Пиздец там идет, вот просто, первый самый главный вопрос к тебе, готов ли ты продать последние трусы и покупать биткоин в случае падения ниже 10 тысяч? Ой, слушай, мне кажется, ну, смотри, это все, вот из, все эти дискуссии, кто, это из, из темы, если бы у бабушки были половые органы мужские, это был бы дедушка, вот из этой темы, заметь все, все, вот эта тематика, когда рисуются графики, если, 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 то есть это у тебя по большому счету так называется как conditional probability или, не знаю, как по-русски, я не учил статистику, как кондиционная вероятность или как она, ну, ты понимаешь, что одна вероятность подвязана на другую, на другую, на другую, то есть, не знаю, исправьте, напишите, как называется по-русски, по крайней мере, я тоже по тифе учил это, поэтому тоже, я тоже знаю, и вот это, и вот это conditional probability, когда он всегда постоянно говорит, вот если, 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 тогда, вот это самое, оно, ты просто слушаешь, понимаешь, что, ну, а если нет, ну, вот просто, а если нет, если первое, если нет, потому что, когда у тебя цепочка, она просто полностью меняется, и в таком случае, у тебя должен быть, возникать реальный вопрос, хорошо, я понимаю, что у ребят там, они, вот, что-то там торгуют, пытаются какие-то уровни держать, это же fair enough, это же никто не говорит, что это не нужно делать, я считаю, что то, что крипта дает вот этими скачками, если ты правильно там, грубо говоря, управляешь своими рисками, люди зарабатывают на это деньги, да супер, господи, ничего там плохого нет, просто, понимаешь, проблема в том, что вот под этот технический анализ, у меня вообще, вот, я тебе скажу так, есть два лагеря, фундаменталисты и технари, то есть технари говорят, что вот эти дебилы там бегают со своими какими-то самыми, считают, что все правильно и правильно, а вот у нас там фигура нарисовала, пошла туда, пусть они сидят в засадке, или как это, хомяки, или прочее так называются, а с другой стороны, фундаменталисты всегда говорят, я скорее, я как бы посередине, но скорее я больше фундаменталист, чем технарь, потому что у меня фокус, немножко больше долгосрочный, но я считаю, что если ты в крейдинге, то теханализ единственное, что работает, но проблема с теханализом, то, что ты всегда должен график подгонять под логику, в долгосрочной динамике, ты должен логику подгонять под какой-то, ну не то чтобы график, но ты должен подгонять под свою идею, то есть у тебя подход диаметрально подположен, то есть если я допустим, там вижу, да, бычий клин на графике, я смотрю, прикольно, сейчас рванет, то есть соответственно, я пойду на твиттер, почитаю, почему он сейчас какая-то там монета рванет, потому что, я не знаю там, хозяин фирмы, переспал с Перис Хилтон, вероятность спадьбы 60%, соответственно, у чувака появится там 20 лишних лямов, и все будет супер, ну вот такой грубо, вот такой совершенно динамик, в которой ты пытаешься под свой сценарий бычий подогнать логику, почему оно может вырасти, с другой стороны, фундаменталисты работают, ну в такой же логике, понимаешь, вот я допустим, крайне бычий отношусь по урану, если ты посмотришь на урановую индустрию, то что происходит, то вот уравнение, оно просто никаким раком не сходится, вот как ты не крути туда-сюда, у нас на данном этапе, те месторождения, которые есть, они мало того, что они убыточные, при нынешней цене, они не способны покрыть даже, скажем, 80% уже запрограммированного спроса, то есть у тебя... Про уран я сейчас не знаю, про уран я сижу с конца 22 года в этой позиции. Ну вот, молодец, ты тоже катаешься там на город, оттуда-сюда, понимаешь, долгосрочная стратегия, понятно, но это не извлекает из того, что вот у тебя... Полатильность не... Вот такие темы, да. У нас будет сейчас в Твиттере интересная тема, про лысого американца одного мы поговорим, вот, что значит долго сидеть и ждать уметь, то есть ждуны, или как их хомяки называют. Я не знаю, как пойдет, и мне кажется, когда мы подгоняем сценарии, потому что у народа очень сильно триггер, очень волатильный актив, и очень сильно можно найти триггер, говоришь, мы думаем так, и ты боишься, ты слишком большую позицию набрал, у тебя он свалился. Всегда, любая позиция должна быть... Если ты не можешь спать и беспокоишься за позицию, значит, она просто самая... Она слишком большая. То есть даже, особенно в биткоине, когда у тебя волатильность там под 80%, ну, если он завтра просядится там на 15%, если ты боишься, не спишь из-за этого, sorry, my friend, тебе нужно просто закрыть позицию, пересидеть, подумать, что ты сделал не так. Как ты говорил, что вот эти все качели, когда люди, вот то, что у тебя был гость последний, который переходишь, только так мы все учимся. Все это пропадали. Я тоже болезненно сидел и плакал, какой я дебил, какой я урод, надо было закрывать, и не закрывал. Потому что ты всегда веришь в какие-то вещи, потому что у тебя есть определенный баяс эмоциональный, психологический, ты можешь быть профессиональный, при этом я говорю, что многие люди, которые занимаются этим слишком длительное время, и вот это вот самая большая моя проблема, потому что с большим количеством людей, которые, знаешь, 20 лет управлением занимаются, они все на самом деле, вот ты вот сидишь в этой подводной лодке, и уже выйти за рамки какого-то вот другого мышления, этих людей не вытащишь. Они воспринимают эту информацию, они понимают, но в модель она уже не заходит. У меня такая же тема, потому что мне прямо вот я вот какие-то вещи слушаю, я себя заставляю, каждый раз, когда я с лайма гуляю в лесу, я слушаю часто такие провокационные темы, когда я думаю, блин, конченый дебил, вот реально конченый дебил, такой невозможен и стиль. Но я понимаю, что если я это не буду слушать, то у меня вот этот туннель, который есть, он таким туннелем и останется. И это не то, что я хочу быть прав или не хочу быть прав, потому что я знаю, что то, что я вижу со своей точки зрения, это всего лишь вот такой маленький микроскоп. И если ты не будешь слушать людей, которые для тебя кажутся дебилами, но которые, в принципе, могут аргументировать свою позицию, это проблематично. А то, что там на графике трясуется, ну, каждому свое. Это, кстати, классная тема, ты вот затронул по поводу узости. Философский долбанул. Философский вопрос. Я тоже тебя часто ловил на том, что ты, знаешь, типа там упираешься рогом и говоришь, что это все фигня, но потом тебе жизнь показывает, что идиот все-таки был ты по итогу и что ты там упустил какие-то возможности, которые бы там могли что-то тебе там принести или как-то там изменить твой бизнес и так далее, и так далее. То есть узость, правильно, да, узость мышления, это очень плохо, надо ее расширять. Чем, собственно, мы... Не знаю, как, кстати. Узость, это больше звучит, как шнапс, это самое узо греческий. Мне хотелось бы сказать узкость, но звучит точно так же. Узкое место в мышлении. Вот так звучит нормально. Да, узкое место в мышлении. Если чувствуешь узко, то надо расширять. Хорошо. В общем, давай про Твиттер побеседовать. Вот ты спошлил сейчас, конечно. Давай про Твиттер. Давай про Твиттер, да. Первый, рассказывай, что здесь? Нет, просто интересно с точки зрения вот динамика, которую мы обсуждали, и то, что, в принципе, Демура говорил, что ликвидность, ожидание рынков, оно со ставками как относительно мало связано, именно рынок банкует на ликвидность. Вот на этом графике показана синяя линия это вот тех компаний, которые убыточны сами по себе, а, не знаю, это фиолетовая, розовая линия, это вот те самые такие мощные компании, которые шартят. По большому счету, наверное, тот же самый индекс. мы должны понимать, что в данном ситуации все равно 40% вот раз в 2000, да, это же как бы срез такой серьезной экономики, мы не говорим, там нет никаких кпэнгов, это реальные какие-то относительно средние и мелкие бизнесы, то в этом индексе 40% компаний, они глубоко убыточны, это зомби, и мы когда говорим о том, что будет ли у нас ралли, не будет ралли, если вы думаете о каком-то долгосрочном вложении, вы должны понимать, что вот тот красивая картинка, которая вот, как называли, window dressing, есть понятие, почему банки всегда в конце квартала происходят всякие движухи, потому что банки перед в конце квартала всегда одевают такие, передают себя так, перефинансируя, что потом, когда будут оглашаться их прибыли, они выглядели красиво, на этом погорел, на самом деле, и вот в эту динамику мы опять-таки тут и наблюдаем, что на картинке выглядит все супер, мы все ждем S&P на all-time high, мы вообще полетим, на самом деле, вот когда вот такое, извините меня за, как там сказал, где муро бесчеловечное, или какое-то говно, которое там есть под ковром, когда оно вылезет, когда оно вылезет, оно вылезет, тогда мы все будем, точно не будем о этим смеяться, поэтому это только единственная еще очередная характеризация, то, что рынок, рынок сошел с ума, или рынок ведет так, как он хочет, просто спекулятивный, вот пузырь, который с 20-го года начался, он не туда не делся. Справедливости ради, хочу сказать, что вот это движение, ну, по щиткам, да, скажем так, по вот этому дальнему концу пивой на рынке капитала, в целом, да, самые рисковые, самые там, и потенциально самые волатильные, самые доходные, в целом обсуждалось, ну, по крайней мере, там вот с моими студентами, с клиентами, мы это обсуждали, и было, в принципе, вот как только пивот будет, что, или даже на ожидании пивота, мы, вот этот конец начнет расти, самых рисковых активов. Почему так? Ну, просто капитал начнет потихонечку попадать именно туда, то есть начинается движение с таких больших, значит, каких-то там компаний, условно там, вот этот вот Magnificent Seven, каких-то стабильных долгов, и потихонечку, потихонечку какие-то крохи туда, соответственно, те, кто сидели в трежерях, идут в какие-то качественные корпораты, те, кто сидел в качественных корпоратах, идут в High Elbond, и так далее, и так далее, по чуть-чуть, по чуть-чуть капитал добирается и туда, и поэтому, ну, вот это движение лично, ну, как бы, в моем понимании, оно достаточно логично, то, что это вообще существует, но это, и то, что это растет, ну, сложно сказать, потому что любая технология, любая какая-то идея, раны, ну, то есть практически любая технология, которой мы сейчас пользуемся, когда-то была идеей, и она для многих, она была неприбыльной, она была там глубоко убыточной, капиталоемкой, и казалось многим, что это какая-то фигня, но спустя время мы получили какой-то рабочий продукт, и которым все пользуются. Я с тобой согласен, но, но, в одной логике нужно, опять-таки, я влезу, сорян, но если мы говорим сейчас, мы входим, мы входим, у нас идет слом систем, да, то есть у нас был индустриальный уклад, и мы входим после индустриального уклада, и технологии, которые мы сейчас имеем, они, почему у нас такое количество бесприбыльных компаний, потому что они на самом деле с фактора повышения продуктивности или производительности труда приводят к тому, что производительность труда на самом деле падает. Количество просто приложений и всего, оно становится таким жестким, таким сильно сложным, запутанным, что у тебя сбой системы запрограммированный приводит к довольно более разрушительным последствиям, чем твой прогресс. При том, что у тебя нынешний уровень экономики, он работает в глобальном масштабе, он не способен этот прогресс переварить, потому что у нас нету базы для перехода с одной системы на другую. Но это на другую тему, в общем. Но я понимаю, что ты говоришь, вполне возможно, у меня немножко другое мнение, но мы с тобой это обязательно обсудим еще в будущих эфирах, потому что ты все равно будешь вылазить. Да. Давай дальше тогда. Это как раз-таки вот мой товарищ, любимый Скотт Скерм, он всем рекомендует читать книгу The Wrapper Market, он написал, вышло летом, он объясняет, как работают залоговые рынки, почему там косяки происходят постоянно. То есть сейчас идет проекция, что рынок снизит ставки на полтора процента. То есть 87% вероятности закладывается рынком, что первое снижение будет до конца марта. У нас будет 6 снижений до конца 2024 года. Если мы посмотрим там январь 26-го, январь 26-го сейчас на 3,25. То есть у нас 2,5%. И это опять-таки не говорит о том, что оно так будет. Мы просто показываем движение, насколько оно будет довольно сильным. 15% шансов, что в январе уже ставку будет снижать. Много это или мало? Ну, каждому решать самому. Просто всем понятно, ставки будут решать. И мне кажется очень... Вот сейчас, когда идем на дискуссию, говорят, будет снижать ставки, не будет расти рынки. Это уже все заложено. Мы должны понимать, что вот эти все снижения, они уже все в цене. И нам нужно думать, окей, а что не в цене? Если это снижается, может, мы вообще тогда пойдем по NASDAQ на 30? Но это провокационное. Вопрос. Не кажется ли тебе, что в очередной раз, это же не первый раз, когда рынок прайсит, прям глобальный такой разворот. И несколько было фальстартов. Там в прошлом году, в этом году на банковском кризисе. И оба этих кейса, ну, они как бы оказалось, что вновь надо было пересчитывать, что кривая будет более плоской и, соответственно, конец будет более высоким. Не считаешь... А что ты имеешь в виду с точки зрения фальстартов? Ну, что имеется в виду, что рынок заложил, а потом получил обратную ситуацию, что никакого там быстрого снижения нету, снижения вообще не оказалось. И, соответственно, нету там кризиса, нету рецессии. Вместо там... Я уж не помню, сколько этот год мы начинали с прогнозов то ли 0,5, то ли 0,7, что-то по американской экономике ожидалось, мы вырастим, а по итогу 2,6. То есть много прогнозов, которые делал рынок, не оправдалось. И не считаешь ли ты, что и в этот раз рынок слишком оптимистичен касательно снижения процентной ставки? Возможно. Для этого есть предпосылки определенные. Опять-таки, если мы попадаем в динамику, ну, если, скажем, товарищ из Гемена блокирует транспортные пути, мы можем попасть в ситуацию, когда повышенная эмпляция вызовет очень серьезное давление на все цепочки логистики, соответственно, это будет оказывать проблему с инфекционными показателями, причем абсолютно везде. И в данном случае, когда мы бываем в ситуацию, когда high for long, или то, что говорит Центробанк, становится новой реальностью. Это чисто политическая тема, но даже если это будет происходить, в моем сценарии, high for long, чем дольше ты будешь эту тему тянуть, тем хуже будут твои последствия. То есть проблема-то в том, что я не говорю, что нужно повышать или снижать ставку. Проблема в том, что в конечном итоге из этой ситуации красивого выхода нет. И пока мы это сами не поймем и не признаем, мы можем... Из этого ситуации есть выход. Когда, знаешь, вот за стол сядет, грубо говоря, 10 ведущих стран и скажет, ребята, у нас полная задница, давайте как-то эту проблему решим, для того, чтобы мы все не скоксились и не стали жить как папуасы. В таком случае вариант возможен. Примеры исторические были в этом. Но, как правило, исторические примеры требуют политической вводы. Если мы посмотрим на общую политическую ситуацию, происходящую, скажем так, в мире, им тут можно кнуть в первую очередь нашего гегемона великого с его маразматиком, а можно кнуть и посмотреть, что происходит на Ближнем Востоке, то, что происходит в Европе, то, что происходит, опять-таки, у китайцев, я не вижу возможности такой резолюции. Потому что внутренний политический раздрав везде, абсолютно везде, ввиду к тому, что у тебя политический консенсус в нынешней системе просто невозможно. Слишком много интересов и слишком мало товарищей, которые... Ну, камон. Товарищ Байден, даже если он положит свои фаберже на стол, ну, кроме отвращения, это ничего не вызовет. Никто на это не поведется. Понимаешь? Если бы это был, грубо говоря, товарищ Рейган, когда бы он пришел, все послушали и сказали, окей, окей, чувак, все нормально, заметим под стол. В этом вся проблема. Система больше не работает. И с 2008 года это уже продолжается. Но мы можем еще продлиться. Ну, окей, ладно. Этот график тебе показывал, это, по-моему, был Демур и график, когда мы Magnificent Seven смотрели S&P и прочее, прочее. Это как раз-таки про дюрацию. Это то, что мы с тобой говорили, когда вот первый график, да, снижение ставок, признание того, что ситуация ухудшается, ты хочешь находиться в дюрации, как раз-таки в долгих вот этих технологических акциях, которые тебе потенциально дают upside. При том, что если мы посмотрим на Magnificent Seven, что самое интересное, как я об этом думаю, допустим, та же самая Apple, да, но это компания, которая росла там 90-20% в год, а сейчас 2. это не Magnificent Seven, это компания уже, это реально cash cow, то есть они все, что они могли захватить, не захватили, и ожидать от них каких-то чудес было бы иллюзорно. Но это дисбалансы рынка, которые, на мой взгляд, в первую очередь связаны с тем, что рынки драйвятся ETF и как раз-таки аллокации по принципу капитализации. И это нам очень серьезно аукнется. Ну и не только ETF, если посмотреть на хедж-фонды, они же тоже имеют... Да, абсолютно. Вот предпоследний график. Включи. А, бред, подожди, подожди. А, ты не включил, по-моему, то, что я тебе кидал последний отдельно в телегу. Да, могу включить. Там, где твоя бабушка и дедушка, и это все по самые яйца сидят в СНП. Сейчас, давай. Включу. Это был как раз-таки сейчас он сюда... А, да, вот это. И вот как раз-таки то, о чем мы говорим. Вот если мы посмотрим на аллокацию СНП, вот чувак, это бывший трейдер из Болгман-Сакса, он говорит, что ваша мама, ваш дед, ваша бабушка, ваша кошка, ваш кошка, ваша кошка, вашей бабушке, ваш прихмахер, ваш Тейлор, это тот, кто костюмы шьет, портной, ваш друг в спортзале, дети учителя, и все, кого вы знаете, вы из колледжа, все сидят в СНП по полной ночи. Это на самом деле так, потому что у тебя какой-то момент, аллокация сходит так, что... При том, что нужно отдавать отчет, что 70% всей аллокации среднего домохозяйства в Америке находятся в акции. понимаешь, какой вес серьезно. Все, что есть в Америке, это все сидит в акции. И это очень серьезно оказывает политическое давление. Поэтому предсказывать, потому что график пошел так или так, ну, можно, но там другие факторы тоже играют. Хорошо, давай дальше. Это мой любимый, как мы говорили, наш лысый американский друг Стив Балмер. Я просто говорю, что когда вы смотрите, вот любители крипты и говорите, что Симпер нужно сейчас за 16 купить, за 40 продать и все это самое. Тут по большому счету описано, что чувак пришел в компанию, он был 30-м работником и он пришел когда компании уже было 4 года. В то время Microsoft была так называемая форма партнерства, то есть у вас, если вы до определенного уровня дорастаете, у вас есть какое-то, вы делите прибыль, которая есть. Вот у него было 10% от прибыли компании, которая позднее, когда компания трансформировалась и вышла на биржу, он получил 8% акций. И все, что он сделал во всю свою жизнь вот с тех пор, он ничего не продавал. И вот конечный результат стоит 10 миллиардов. 110 миллиардов. Так что, если бы он неудачно развелся, была бы половина. Я думаю, кандидатов было достаточно. Джейв Бейзос показывает, что это может быть довольно дороги. Да, этот график как раз-таки про ставки. Я, когда ты меня спрашивал, где я сижу в бандах под дюрацией, я сказал, что я, в принципе, сижу в двухлетках, потому что двухлетки сами по себе они являются первым индикатором это то, что падает и то, что ведет рынок вниз. То есть у тебя, да, передние ставки до примерно года они полностью подвержены политике ФРС. Двухлетки это, как правило, такой переходной динамика, где ФРС еще действует, но дальше уже совершенно то, что делает ФРС, политика не влияет на ставки. И, как правило, именно почему берут двухлетки или вот инверсию на процент ставки в 2, и 10 лет, потому что это самый такой сенситивный индикатор, который реагирует на смену экономического режима. Мы видим, что, как правило, если двухлетки начинают спускаться и опускаться серьезно ниже FED funds или то, что ставки ФРС, то, как правило, за этим следует резкое снижение ставок. Это как раз таки то, что мы наблюдаем. Я думаю, вот мои предсказания все очень простые. Я говорю, либо сентябрь, либо март. Поэтому сентябрь нас пронесло, и теперь я пересазываюсь на следующий стул, на... Почему? Коррекция-то была неплохая? Почему на рынке-то? Нет, это не то, что должно было произойти. В моем понимании. То, что у нас был банковский кризис в марте, то, что было до этого в сентябре в Англии происходило, эта цепочка продлевается. То есть, она может быть не в марте, она может быть и в сентябре следующего года. Я просто говорю, какой-то косяк, ну, с вероятностью, в моем понимании, 70-80% будет либо в марте, либо в сентябре. В этом году, в следующем не играют. В этом уже все? В этом уже вряд ли? В этом уже, да. Ну, я имею в виду 24-е, это самое. Я уже уехал в следующий год. Я понял. А на этом графике мы просто... Как дела в 24-м? Слушай, пока ничего, у нас даже вино продает в Германии, поэтому вроде жить можно. На этом графике просто показано вот то, что произошло за 10 лет, и у нас же есть такая, знаешь, мудрость, что каждые 10 лет циклы меняются. То есть у нас были 10-летние циклы, когда были японцы, потом пришли какие-то хай-теки, потом была цена нефти. Вот у тебя всегда есть какие-то темы, которые десятилетия все двигаются. Если посмотреть на этом графике, то мы говорим, что сверху вниз это крупные компании с крупной капитализацией, это growth, это как раз таки технологический сектор и нижнее это то, что Америка перебивала интернациональные рынки. Если мы думаем в этом логике, то скорее всего капитал будет уходить из Америки, скорее всего мы увидим какие-то дислокации. На мой взгляд, на мой взгляд, сектор value или сектор такой классической экономики будет реформировать лучше, чем сектор технологических. Ну посмотрим. Но вот просто всегда нужно иметь в виду, что цикл очень уже длинный и разворот где-то может произойти. Я думаю, что вся проблема этого цикла в том, что нет пока что хороших альтернатив. То есть если бы появилась какая-то сила альтернативы, я думаю, что уже давно бы мы увидели этот процесс. Пока. На мой взгляд, кстати, нужно, чтобы доллар пошел серьезно ниже 100. И тогда вот эта ротация, она будет просто пробиваться через эти все ростки. Насколько это возможно? Ну, слушай, посмотрим. Там же динамика важна. Если динамика пойдет, уже пойдет капитал, и капитал динамику драйвит динамику. Поэтому есть. А последняя графика это то, что мы говорили, когда меня понесло в самом начале, после Василия, когда про банды и просто объяснили. После Василия тебя несет, да, часто? А ты меня же провоцируешь, понимаешь, что создал любовный треугольник и смеешься. Нет, ну, если серьезно говорить, то вот на этом графике, то, что как раз я говорил, почему сейчас банки, если посмотреть, кстати, на банковские акции, они же на самом деле отскочили. То есть у тебя, когда движение, снижение ставок, банки должны наоборот загибаться. А у тебя обратная динамика играет. Ставки должны, ожидая падения ставок, а банки перформят. И это связано тоже не в последнюю очередь с дислокациями на рынке капитала, потому что вот это внизу показано Bank Term Funding Facility или программ by the fucking, ну, практически, да. Ну, на P каждый додумается, что ему нравится. Но мы видим поступательное движение, а сверху мы видим, что голубая линия, это как раз таки ставка, по которой банки могут закладываться. И нужно тут учитывать, что эта ставка, она годовая. То есть если я прихожу к ФРС и закладываю инструменты под финансирование, да, то я получаю деньги ногой. И если мы смотрим, грубо говоря, на серую линию, которая находится там на 5,52, то это краткосрочные одномесячные облигации. То есть я могу взять сейчас, прийти, и нужно понимать, что, в принципе, на балансе банков триллионы вот таких бумаг. Они могут всех заложить в ФРС. Они могут взять, вот грубо говоря, по 4,95 они идут в залог. И потом они идут, и все вот эти белы, которые сейчас выпускаются в каких-то конских объемах, они их просто выкупают. Они выкупают, и в итоге у них спред примерно полпроцентра. Ну, давай посчитаем, что это было. Проблема в том, что если эта ставка упадет до 4, то у них будет тоже неприятная ситуация. Fair enough. Fair enough, да. Понятно, что никто это делать не будет, но ты имеешь ситуацию, когда у тебя просто голый полный арбитраж. Банки этим не пользуются, потому что если бы это было так просто, у тебя бы вот эта нижняя часть графика, она бы ушла просто в спайл. Соответственно, ситуация с ставками, которые мы сейчас имеем, она долгосрочно, скорее всего, не продержится. но у тебя вот в дислокации, которую мы видим, когда мы говорим про ликвидность и про прочее, вот такие фишки, они же нигде не всплывают. А этих фишек там сотни вещей. Те банки немножко тут подсосались, там подсосались, там дали. Это теневая тема, которая как бы, понимаешь, вот это все звучит очень эзотерически, потому что мы привыкли, что ты пришел в банкомат, снял денежку, у тебя где-то положил денежку, у тебя это есть денежка. А то, что там на самом деле реально происходит, это говорит, что банки бегают или вернут кого-то на 500 раз для того, чтобы заработать один базисный пункт, но если на 500 раз, например, на 2 триллиона вылбанулся, у тебя 20 миллионов прибыль за полмесяца, ты не можешь это визуализировать, потому что есть там 40 товарищей, которые этой фигней занимаются, которые законнектированы так, которые все сидят в лодке, это такие небольшие мафиозные структуры, которые вот этим занимаются, потому что они просчитывают и знают, как это делать. И то, что за этим происходит, как система последние 60 лет развивалась, это не объяснит никому. И вот у нас то, что журнал пол, напечатать деньги, но в этой парадигме все это блядь и живут. Хотя это ничего общего с реальностью не имеет. И поэтому, когда мы с тобой общаемся, мы просто говорим, нам нужно, и я об этом говорю, нам нужно думать за этой занавеской. Там за занавеской сидит толстый, лысый мужик, волшебник изумрудного города. Ну, Паула пока еще не толстый, но в принципе, и не лысый, причем. но все равно то, что он делает, это очень сильно медийная тема. Потому что вот такие фишки, они на самом деле приводят к тому, что что-то ломается, и потом мы не можем это исправить. А потом прибегают другие товарищи, говорят, объясняют нам, почему это произошло, и как им нужно правильно делать. И мы просто летаем все это поем. И это очень печально. Поэтому я сегодня так натренделся, что я тебе... Но это не печально. Это получилось, мне кажется, очень интересно. Друзья, пишите, что думаете. Негатива не пишите, но хотя, если очень хочется, пишите. Александр вам, в общем-то, дал зеленый свет. Пишите вообще, с чем согласны, с чем не согласны. Пожелания любые... Я предлагаю прокомментировать цвет твоих стен. Чтобы это самое... И давайте... А, знаешь, что нужно сделать? Нужно сделать конкурс, сделай опросы себе там в канале, что тебя повесит на задний фон. Паула, конечно же. Паула и снижение процентной ставки. Ну, значит, это нужно сделать. Ты можешь за Паула и Жанетту в таком каком-то... Кстати, какой-нибудь дали и забей, сделай какой-нибудь такой. Паула, как монстр, тебе можно нарисовать. Ну, смотри, пишите, да, друзья, пишите, пишите комментарии. Кстати, классное предложение, Александр, пишите. Пишите, что-нибудь туда повешу, если... Я предлагаю повесить мою фотографию. Ну, рядом с Паулом. Нет, только большой такой формы, знаешь, как в кабинете у российских чиновников висит ВВП. Так, у тебя будет на этом сцене болтать большой красивый портрет. Большой красивый кубышки. Ну, лайн-нот пишите. Биг бьютифл кубоскин. Почему нет? Ладно. Хорошо, Александр, тебе спасибо, друзья. Пишите любые комментарии, понравилось или нет, и увидимся уже, наверное, в следующем году. Пока-пока. Спасибо, Андрей. Всем хороших праздников. в следующем году. Спасибо.